Всем привет дорогие мои, всем привет после тестового стрима, сейчас прихожу немножко в себя, а то такое желание появилось поиграть в Deus Ex Mangan Divide, но пока Европа Универсалис. Давайте вспоминать старое доброе прошлое, так, что-то надо куда-то перетаскивать, да, понятно, блин, привычки, старые привычки, отключил второй монитор, чтобы он не тащил ресурсы, вот это наверное сюда, да, перетаскиваем, а вот это наверное перетаскиваем вот сюда, чтобы не мешало, по-моему так, нахуй оно вот тут вот стоит, А здесь, здесь вот так должно быть Ну что, друзья, наш старый добрый 1 июня 1459 год Мы возвращаемся во времени, как истинные хрононавты, понимая, что что-то было не так, наше вмешательство не дало желаемого результата, и нам нужно его повторить Ой, старое доброе знакомое норвежское время Отпраздновали независимость, выпили, бухнули пивка норвежского Все разошлись по домам, переспали со своими женами, погладили своих детишек Их заснули Заснули с мыслями о светлом норвежском завтра Когда весь норвежский лес будет доставаться именно Норвегии И мы захватим все провинции со снастями во всех окрестностях Но не тут-то было, наступает жестокое завтра, и как и во всех фильмах про перемотку времени Что-то идет всегда не так, показывая нам, что чем больше ты в это вмешиваешься, тем хуже и хуже выходит следующая попытка Не так ли? Просто такие классика голливудских блокбастеров на эту тему А не стрим рогатой жабы Интересно, это рогатая жаба пытается сплагиатить Голливуд, или это Голливуд плагиатит рогатую жабу Или это происходит и то, и другое, и все-всех плагиатят Итак, у меня есть первое оружие от кота Второе оружие от кота Представляете, няшка, которую ты приглашаешь в свой дом для того, чтобы она приносила удовольствие Чтобы ты мог ее гладить, лицезреть и так далее, превращается в самого наикрутейшего деспота, от которого ты защищаешься Дрожишь как айзек от некроморфов И думаешь, где оно, где оно, где оно замевчало Есть ли какие-то подвижки в сторону твоих любимых гаджетов, которые ты пытаешься защитить силой воды И силой механических перекатывающихся шариков, которые издают нестерпимый для этой няшки шум Вадим привет, Норвей привет, Витя привет, Аллаху Акбар привет, Андрей привет, Космо привет, Саня привет Да, бритый жабен, ну жабену тоже надо периодически бриться Я знаете, когда брился, подумывал, может мне стоит на будущее, ну отрастить бороду, потом ее сбрить Запаковать в какой-то красивый пакетик, обвязать каким-то подарочным бантиком и выставить на какой-то аукцион И продавать борода рогатой жабы Вдруг когда-то я стану знаменитым настолько, что кто-то согласится купить ее, к примеру, за 15 тысяч долларов Ха-ха, с аукциона, почему люди свои бороды не продают? Это же могло бы быть чем-то крутым, или продают, а я об этом не знаю Статистика рогатой жабы по норвежскому лесу 9 полноценных рестартов, 73 рестарта из-за Польши, 5 раз использовался бэкап Heroes, привет тебе Да, что-то там няшка валает, что-то няшка хочет Няшка, это комната для тебя, та комната для тебя закрыта, иди сюда Харетам валает Должна быть хоть одна комната, куда тебе доступ запрещен Вот Оля в спальне, а там ковролин, и мы его туда не пускаем, эту няшку злую Няшка как-то туда пробралась, и все, теперь сидит возле двери Мяу, мяу, почему, почему закрыли, почему не пускаете, почему фейс-контроль и всякое такое Ничего не пропустил? Миша, нет ничего, мы только-только стартуем Итак, что мне не понравилось в прошлой попытке? Мне не понравился финальный результат Да, я захватил часть Ливонского ордена, да, я сделал Новгород своим вассалом Да, я захватил часть Швеции и Дании Насчет Швеции сомневаюсь, но часть Дании захватил Шотландия не отдала нам своей территории, это мне не понравилось Не понравилось то, что в итоге Дания обзавелась сильными союзниками Стала сильной Московия разорвала со мной союз И Польшу там просто люто и жестко насиловали То есть в результате мои союзники оказались в полном дерьме Не побоюсь этого слова И в данном случае оно описательное, не ругательное А я оказался все еще больше из задницы Перспективы у меня были при всем моем богатстве Кажущимся Просто унылейшими Добрый нот привет, да, надо заново начинать Пинг-понг, да, 1589 1489, 1489 наш любимый сейф Что я хочу изменить? Я не буду жрать Новгород и делать его своим вассалом Тогда я не разозлю Московию, буду воевать от Московии через благосклонность То есть в эту сторону не буду расширяться, пока не даем Швецию Швеция будет моя, у меня будет достаточно сил, чтобы разбить лицо Московии Тогда будем бить Московию А пока нет То есть Московию надо оставлять на поводке как можно дольше Можно с Литвы брать, репарации, деньги, все что угодно Со всех, кто будет вступаться за Новгород А сам Новгород лучше не трогать Тогда Московия злиться не будет Или можно попробовать побоевать за унижение Может Московия тогда не обидится Как-то так-то В общем, будем лавировать, лавировать и вылавировывать По-любому Что нам нужно сейчас? Скорость у нас стоит достаточная Нам нужно, 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 нужно принять решение о постройке суденышек Так, в 64-м Да, у нас всякие такие делишки будут нанять Министра, какого? Дипломат Так, пополнение рекрутов Тоже пока нет Воеводство даровать Тоже пока нет Избегаем восстаний Нет, подавляем восстания Вот это вот Сюсю-масюсю убираем Отделяем вот этих вот парней И продаем их пшекам Пшеки, пшеки, кукареки Идите сюда Так, что мы делаем? Заказали в Бергенс Шусе Это все дело Пусть делается Так Так, 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 так Где мои и что делают Фабриковать ли нам претензии на Новгород? Да, давайте сфабрикуем Если у нас есть Казуса были или нету Да, фабрикуем претензии Шпионскую сеть до 20 доводим Как-то так Следующее, что я делаю Задание на супер престиж И одну стабильность Отменить Пока не актуально Ох, все же еще и вспоминать приходится Вот жесть Ты ведь уже всю Финляндию захватывал Почему снова назад? Пинг-понг Я уже об этом говорил Ну только что же об этом говорил Может Даню вассалом сделать? Это далекое будущее Михавар, привет, спасибо Саня, привет тебе Рад тебя видеть Как у тебя дела? Такс Такс, 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 такс Че мы тут еще можем? По-моему Вот это вот мы не делаем И тогда с восстаниями У нас не будет такой Лютой беды И лютого хардкора Проценты по займам Содержание владений Содержание крепостей У нас только одна крепость Ладно, пусть будет Искоренение коррупции у нас идет Но это пока мы Видимо Доаннексируем Съеденные Шведами территории Да, давайте уберем еще вот это Полетели Московию могут разбить Только Астрия с Богемией Польшей вместе Не, Московию может и Норвегия разбить Просто надо подгадать условия И не дать Московии Развиваться Развиваться Быть хорошим, так сказать Союзником для Московии Продать корабли За 78 О, подождите У меня есть вопрос А за сколько она будет готова Купить эти корабли По отдельности Может мы, блин Проведем сделку века 30-40 Это за 80 мы продадим Если по одному продавать А если продавать обе Сразу Тоже за 80 Да, за 80 Большую цену Они по идее не дадут Нам нужно отремонтировать Караки Чтобы они дали большую цену Ладно, подтвердить 80 дукат Это сразу возвращаем займ И идем в жесткий плюс Но перед тем, как пойдем в жесткий плюс По улучшаем отношения Возьмем советника Так Ты в католичестве останешься Или в другую религию перекрещиваться будешь Посмотрим по центрам Вообще хотелось бы протестантизм Он мог бы меня реально усилить Но пока подойдет и католичество Особо смущаться своему наличию Или обижаться тому, что я католик Я не буду, пока оно приносит мне бонусы Так, нам надо как можно быстрее Их в союзники брать А для этого нам надо с ними династический брак заключать 27-32 Да, на дипломатическую репутацию Нам надо брать советника И хотя это ограничит нас Немножко в приросте средств Но не проблема И вот это вот советника надо брать Пока что на дисциплину Два советника Очень даже неплохо зайдут Практически готов династический брак Значит, можем погонять Нашего дипломата по другим вещам Например Предоставить проход войск Московитам Предоставить проход войск Англосаксам С пшеками там Что тут надо осторожней Ну, минус, да У протестантов будет со всеми Это я знаю Но к тому времени Как у меня станет вопрос Религии Я надеюсь, я буду владеть Большей частью Скандинавии Мне уже союзы Постольку Поскольку нужны будут Один смотрит на тебя И плачет Да, блин Смотреть на это все дело Без слез Я думаю, не только у Одина Не получается Так, 28 из 28 И Даешь Больше отношений Да, все Заключаем династический брак И следующим делом Я думаю, мы Сможем заключить союз Нет, не сможем Надо еще улучшать отношения Пока не заключили союз Давайте Давайте, давайте Нафабрикуем претензии Шпионская сеть сюда А отсюда Шпионскую сеть уберем И вот это уже будет Заключение союза Так, на Данию А через Данию будем А, нам нужно еще Этот самый Что я забыл сделать Поставить соперником По-моему, Шотлашек Шотландию в сопернике И На всех Наколдовать Этот самый Эмбарго Наколдовать На всех на Дих Чтобы плохо им жилось Чтобы им жилось плохо А нам жилось хорошо Так С 30 Ну ладно Это декабрь Когда будет достроен кораблик Не скоро Строим Строим Скоро все построим Так Поначалу скучно А потом норм Чего О чем Так Да Отозвать отсюда Дипломата И давайте Сфабрикуем претензию Хотя Воевать мы можем С ними Как с соперниками И без этого По казусу были Ну что Готовы стать Мы нашим Супер топовым Союзником Да Шеки Становятся Нашим союзником Но они Слабенькие Это отменить Литва Дания Придут Пока нам Об этом думать Не надо Нам надо Копить благосклонность С Московией Во что бы то ни стало И улучшать отношения Улучшать отношения И с Московией И с Англией С Англией Нужно довести отношения До 200 С Шекляндии Мы отношения До 200 Доведем Не скоро Можно Кстати В шпионскую сеть В Шотландии Создать Давайте Сначала Эмбаргана Всех На этих Наложим Запрет на торговлю Потом На Новгород Ну что Швеция Скоро там Готова Восставашки Предпринимать Тоже Наложить Запрет на торговлю Вот у нас Дипломатический Вес Подскакивает Даня Наш соперник Но наложить Запрет на торговлю Мы не можем Потому что Между нами Перемирие Пока что Перемирие Можно попробовать Содержать Третьего советника Но это будет Себе в минус Так С 1 3 Свободен 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 Что Шпионская Сеть Давай Быстрее На Шотландию Вдруг Удастся Захватить Там Этот Как его Там Что Там Появляется Я уже Не помню Как это Чудо Называется Напомните Которая На месте Шотландии Появляется Вот Гелдом Или Гелдом Как-то так Византия Чо-чо-чо Перемирие Полное Потребление Или Как-то так Создать Достойный Флот Враг Нашей Угрозы Тептонский Орден Защита От державы Новгород Тептонский Орден Мы берем Сейчас Туда Будем Посылать Наших Диплодоков Чтобы они Улучшали Отношения Только Улучшим Отношения С Англичанами На Хотя Чем Нифига Мы не улучшим С англичанами Отношения Давай вот так Вот Выполнить Цель Первостепенно Для союза Надо совсем Чуть-чуть Просто Поулучшать Отношения Потом союз И выполняем Привет Джаба Какие дела На сегодня Чистилище У пейнкиллера Привет Дел много И все эти дела Нужно Совершить Так С август Плывем Продавать Это все Пшекам Дела простые У нас Торгуем Караками Копим Бабло Следим За восставашками И делаем И делаем так Чтобы Когда мы Готовы будем Повоевать С разными Даниями Швециями Новгородами Наши союзники Как бы нам Не особо В этом Помешали Так Отменить А что Я не могу Продать корабль У вас нет На это требуется Дипломат Да вы Издеваетесь Дипломат Туда-сюда Будет Бегать Ну что Мои дорогие Сколько вы готовы За это заплатить 16 26 36 46 56 Ну явно Как-то больше Готовы заплатить 43 Давайте 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 Что-то с нулем Возьмем Ну или с единичкой 61 Дукат Готовы заплатить Может даже 62 То есть Надо с двоечкой Брать Двоечка Двоечка Где у нас тут Двоечка Почему нельзя Выставить цифры Вручную А приходится Вот таким вот Извращением Заниматься Или их можно Выставить Вручную Не хватает У меня Чувствительности Пальцев Или чувствительности Мыши Чтобы угадать Ведь это Целый дукат Друзья Я ж Блин Да Была Двоечка Есть Теперь Скидываем До 62 Так Подтвердить Аааа Нет Они отказались Придется Послать Дипломата Чуть позже 27 Октября 61 Это было Правильное Число Ловим Однерочку Была Только что Однерочка Жестяк Ох Ох Уже Этот дукат Да Дукат Нам Стоил Дорого Один Одинешенек Столько От нас Потребовал Усилий Так Алланд Иди сюда Хотя Правильнее Было бы Просто Фабриковать Создавать Большую Шпионскую Сеть И когда Она Будет К примеру 70 Раскидать По Провинциям Скандинавию Вроде Можно Ну Для достижения Ачивки Нельзя Приходится Быть Супер Продвинутой Норвегией Потому что Только Супер Продвинутая Норвегия Может Выполнить Ачивку Норвежский Лес Все остальные Не способны Сделать Такой Великий Подвиг Так 200 Ну Я рад За тебя А сколько У нас Здесь 84 Давайте Еще Поулучшаем Отношения Скандинавию Можно В айрон Прайс Сделать Заданию Тут Нет Да Да Тут Ребята Правы В том То И заключается Сложность Что Мы К сожалению Частично Ограничены Частично Ограничены В том Как нам Развиваться Нам Нас Диктуют Указывают Говорят Что нет Ты не можешь Ты не должен Тебе не дано Раз Два отряда Западной пехоты Потом два отряда Кавалерии Создадим Ближе к делу Так Национализировали Вас Сейчас посмотрим Что нам это даст 49 дохода Я рад 104 потратить Что еще Тут больше траты Чем пользы И скорее всего Сейчас вывалятся Ребята Скажут Давайте нам Земельку Земельку Мы отдаем Вот эту Как бы нам того Не хотелось Кому Священникам По моему Вот эту Вот отдаем Нет Священникам Вот эту Земельку Нельзя давать Хотя Она и хороша Священникам Можно отдать Вот эту Земельку А вот эту Придется Дворянам Отдавать Все довольны Были И нам Как-то Надо поправить Здесь Мнение О нас А то Получаем Штрафы По заработку Так 2000 морячков Есть Как там У нас 70 Ну Так себе Что поделаешь Военная усталость Спадает Бери бургу За нее весело В принципе На севере А Ну это наверное Не ко мне Потому что Мои зрители Должны понимать Что я сейчас Пока что Только Борюсь За норвежский лес И никак По другому Так Да Отозвать дипломата Перемирие С Ферденом Подошло К концу Естественно Мы ему Войну Объявлять Не будем Какие у нас Теркие проблемы С Ферденом Никаких же Правильно А вот У Шотландии Можно конечно Претензию И оставить На любую Территорию Чтоб хотя бы Была Кстати Ага Ааа Забыл Я же блин Делаю очень Ценную вещь Я совершенно Про нее забыл Мне не с Московией Надо было Улучшать отношения А с Тевтонским Орденом Так как у меня Же задание И мне его Надо выполнить 70 20% Да вот Пофиг Этого мы Успеем Избежать Сколько 2.40 То есть Мы в принципе Можем сейчас Западных Рыцарей Два отряда Нанять Вот так Вот сделать Ну это 50 Дукат Нам будет Кавалерия Стоить 50 Друзья Дукат Все Союзик Можем Заключать Давайте Заключим Потом Доулучшаем Отношения 97 Чуть Чуть Надо было Оставить 14 Ну ждем 14 дней Плыви Я продам Тебе Польша С моей Же Древесинки Сделано 99 И Последний Месяц Так Московия Пока что Что-то там Успешно Присоединила А у нас Уже Восстание Готовится Восставать Так Автосохранение Это мы Сделали 25 очков Получили Повысить Наш Престиж Равен 50 Создать Достойный Флот Число 75 От Лимита Морская Гонка С Шотландией Сколько Кораблей 15 Что мы Получим Боевой Дух Число Моряков Изменения Морских Традиций А тут Содержание Флота И время Постройки Кораблей Изменения Морских Традиций Плюс 0 1 На 10 На 10 лет Типа Нам Дают Морские Традиции 7,8 А куда Они у Нас Идут В плюс Или в минус Чуть Я не понял Они у Нас Идут В минус Как раз На это Число Не знаю Давайте Наверное Получим Скидку Это Как минимум Число Постоянное Сейчас Посоздаем Галерок Раз Два Три Четыре Пять Галерок Поставим Это У нас Как раз Будет 17 Не Надо Больше Галер 6 Галерок Как-то Вот Так Вот И Продадим Как раз Больше Караку Польша Серьезно Что Опять 62 61 Да 61 Я готов Такие Дукаты Меня устраивают Так Риск Восстания 80 Можно По идее Поднимать Содержание Но мы Еще Чуть Подождем Потому Что Потому Что Престиж Увидится На 5 Хорошо Следующий Корабль Будет Создан 18 Ноября В общем Все События Происходят В ноябре Ну что Расторгнуть Союз Польша Пусть Его Побеждает Этого Гада А с кем Мы будем Отношения Улучшать Мы можем И с Московией Отношения Улучшать Есть Куда Но На совсем Чуть Чуть А можем С этими Ребятами Давайте Поулучшаем Отношения Пусть Они Ввязывают Нас В свои Войны Хотя Мне бы Этого Не хотелось Но Видимо Никуда Я от Этого Поддеваться Не смогу Так Ну Можно Еще Один Отряд Пехотки Создать Пусть Будет 15 Из 15 Дания Заключила Военный Союз Помираний Интересно Помирание От слова Помирать Как-то Так Хух Это плохо Что Дания Заключила Военный Союз Помираний Тут Независимость Поддерживается Шотландии Но пока Что Шотландия Вроде Не будет Ступать В войну На Стороне Швеции Швеция Не будет Объявлять Это надо Чтобы У Дании С кем-то Были Проблемы Так Дипломатия 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 Давайте Подумаем Когда Перемирие С Новгородом Гольштейн Дания Швеция В 64 В мае 63 Понятно То есть Нам нужно Подготовить Наши отношения С Московией До Мая Месяца Благосклонность Только Троечка Шикарно Живем Однако А тут Какая Благосклонность Четверочка А тут Какая Единичка По-моему Да И надо Восстановить С Московией Доверие Если мы Не будем Брать Территории Которые Хочет Московия По идее Все Будет Хорошо 90 Типу Пора 76 76 Отношения Здесь 03 Да Мы Избежим Гражданской Войны Проблем С ней Не будет Это Июнь Окей А Восстание Придется Давить За наших Дрожайших Драгоценнейших Рекрутов Изменения Военных Традиций Берем Это важно А Национальный Фокус Мы сможем Сменить С административных Очков Со Временем Не Скоро Эффективность Производства Изменения Престижа За Год Как бы Можно Взять Но Правда Они Нас И Поднапрягать Будут Конечно Ладно Давайте Берем Престиж Нам Придется Тратить Это Наша Разменная Валюта 6 0 Окей Восстание Дают нам Время Просто Отлично Еще Месяцок Нам Дали Но Я думаю Что Так Много Месяцев У нас Не Будет Поэтому Поднимаем Содержание Скоро Таки Восстание Прокнет И Придется Отвечать На Него О Плохо Это Плохое Событие Из-за Чего Нашему Дипломату Придется Гонять Туда Сюда Но Мы Можем Сфабриковать Претензию На Одну Из Провинций Швеции Давайте Ну Вот Это Вот Караку Создали Это 23 Ноября Хорошо Значит Караку Можем Сейчас Продать Так 81 Да Ну Ладно Давайте За 60 Хотя бы Продадим Блин Хотя Осознавать Что ты можешь Продать За 61 И продавать При этом За 60 Это как будто Я не знаю Как будто Не вытягивать Результат Один Дукат Это очень Очень Ценная Единица В нашей Борьбе За выживание И по-моему Дипломатикам Мы можем Куда-то Послать Так 90 Попросить Предоставить Отправить Послать Создать Чисто Так Так Сказать Так Сказать Так Сказать Примерюсь На 2 Отношения На 60 Месяцев На 5 Отношения А сколько У нас сейчас С вами Отношения Просто На 5 Мне Этого Может Не хватить 3 Это 5 И Как раз 200 Будет Ускоренный Рост Благосклонности За 50 Дукат Который Мы Отдадим Московии Стоит Оно Того Или Нет Возможность Захватывать Провинции Но Это Надо Дипломата Постоянно Там Держать Чертяк Чертяк Это Московия Давайте На 75 Подарочек Отправим И Будем Держать Там Дипломата Так И Быть Проспонсируем На Целых 75 Дукат Эту Хтивую Творючку Надо Надо было Раньше Делать Конечно 8 Да Чтоб Вас Ну Вот это Плохое Событие Раньше Они Все Спавнились Так Сказать В двух Очагах А Теперь Блин Такая Фигня Происходит И Нам Придется Как Блин Их Гасить Да Ну Это Неинтересно Вообще Ни Разу 16 Ладно Давайте Закажем Еще Две Галерки И Чтоб Нам Их Победить Нам Нужны Будут Наемники У нас 14 Тысяч Нет Придется Взять Брать Займ Мы Не Успеем Ничего Сделать Да Да Блин Придется Брать Чертов Займ Ну Ладно Займ Это Не Самое Страшное Что Может Быть Так Что Переживем Сколько Нам Нужно Будет Наемников Три Отряда Что Ли Или Даже Четыре Отряда Тогда У нас Будет Равный Шанс Их Победить Идите Сюда Маленькие Козлята Так Галерки Мы Все Привезли Галерок У нас 7 И Вопрос По Флоту Теперь Мы Можем Или Не Можем 14 На 18 Нет Еще Пока Не Можем Иди Сюда Оно Пошло Туда В Леса В принципе Можем Попробовать Перехватить Когда Мы Придем 14 Мая Когда Они Уйдут 14 Мая Сейчас Шикарно Ну Это Просто Нереально Шикарно Козленыши 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 Так Ладно Держим На Улучшение Отношений На Постоянном Как Как Мы Вас Будем Бить Минус 6 Дукат Вопрос Куда Они Пойдут Вот В чем Вопрос Будут Ли Они Назад Возвращаться От Этого Дела Так Хорошо Еще Один Займ Это Плохо Я Даже Не Знаю Где Нам Стоять Чтобы Понять Куда Они Пойдут Эти Чертовы Сепаратисты Надо Было На Них Нападать Ну Судя По Всему В Стокгольм Идут Молодцы Выиграли Все Читайте Малыми Потерями Отделались Убираем Этих Тварей Идем Сюда И Выплачиваем Сейчас Займы К Сожалению Наверное Даже Поставим Вот Так Вот Не Платить За Все Это Дело И За Восстановление Наших Армий Когда Там Наша Карака Будет Создано Очень Скоро А Вот Если Ты Не Выкинул 75 Дукат Москве То Сейчас Не Было Бы Займа Ну Посмотрим Посмотрим Друзья Потому Что То Что Я Собираюсь С Делать С Московией Может Обойтись Ну Если У меня Будет Нужное Количество Благосклонности К К Моменту Войны С Данией Швецией То Мне Не Придется Разрывать Союз С Московией Для Того Чтобы Получить То Что Мне Нужно Так Декабрь 63 Интересно Это Мои Супер Пупер Дипломаты А ну Ка Иди Сюда Могу я Московию Войну Втянуть Да Московия За землю Хочет И Дания Хочет Надо Чтоб Дания Не Захотела Тогда Пойдем Войной Это У Дани Надо Чтоб Проблемы Начали Происходить Иди сюда Сейчас Мы Займ Вернем Правда У нас Сколько Два Займа Да Да Два Займа Так Быстро Их Вернуть Не Получится Но Мы Попробуем Мы Попробуем Так Продать Корабли Давай Попробуем 60 61 Да Ну В условиях Займа Один Дукат Решает Все Выплатить Один Займ С Процентами Чтобы Получить Такой Нахлест Прироста Денег Ибо Это Нам Важно Да Это Катка Где Литва Не В Унии Как Отношусь Крусейдер Кингс 2 Ну Как Отношусь Хорошая Игра Правда Мне Конечно Не До Ни Так Улучшить Отношения Давай Московия Мы Получим Больше Благосклонности Сколько У нас Нам 17 Надо Корабликов Как Только 17 Галерка Будет Достроена Где Она Кстати Строится Чтобы Посмотреть Как Быстро Это Событие Случится А Не Галерка Строится Карака Строится Понятно Что тут у нас Происходит У нас 8 Галер Это Небольшой Флот Который Нам Поможет Так И нам Надо Больше Этого Дела Хорошо Продолжай Бороться За Положительные Отношения Легитимности У нас Уже 50 Рисков Восстания У нас Пока Нет Из-за Того Что Восстания У нас Были Совсем Недавно И Кстати Военная Усталость У нас Практически Спало Ну Что Швеция Собираешься Ты Бороться За свою Независимость Вместе С Шотландией Дания Вроде Как В союзе С Померани Но у Померани Сейчас Большие Проблемы И Кстати Дания Любит Рига Бремена Дания В эту войну Не пришла То есть Это Такой Номинальный Союзик Дания Просто Придерживается Померани Держится За нее Так 30 Ну Ждем Вот этого Вот Момента В принципе Даже Мы Не Проиграем Если Московия Объявит Новгороду Войну Это тоже Не будет Проблемой Главное Чтобы Московия Нас В эту Войну Не звала Иначе Перемирие Будет С Данией Подольше А если С Данией То Соответственно И со Швецией Что Нам Плохо Так С Октябрь И в Ноябре Помним Можем Брать Разные Плюшки Хорошие Иди Сюда Свободный Дипломат Куда Мы Тебя Пошлем Поулучшаем С Польшей Отношения Но Не Сразу В ноябре А Чуть Чуть Попозже По-моему 11 Ноября Да Фокус Интересно Национальный Мы когда Сможем Уже Сменить Меняем Его На Военный Так Создать Даровать Потребовать Ну Давайте Эмиссара Разослать Текущее Влияние 77 До Ноября 74 И Влияние При этом 77 То есть Если Мы Сейчас Получат 10 Влияния У нас Будут Проблемы Со Священниками Подождите А чё ж Чё ж Такое Базовое Значение 20 Контроль Провинции 22 Это 40 2 И 6 55 По идее Должно Быть Это нам Показывает Какую-то Нелепую Цифру О Всё Да Это Бак Какой-то Был Я Уже Испугался Сделать Пожертвование За 15 Лояльности Найти Поддержку Духовенства Легитимность Нанять Инквизитора Этого Министра Мы В 74 Только Сможем Нанять Давайте Возьмём Соточку Доход От Налогов Стоимость Стабильности Влияние На Папу Сделаем Пожертвование Тут тоже Так Сделаем 10 Влияние 5 Престижа Теряем Престиж Всюду Платить Приходится Престижем Дипка Нам Нужна 5 5 4 Хорошо Пусть Растёт Фух Так Что у нас Плюс 1.59 Всё Мы Сделали Инфляцию Можно Снизить Допустим Одну Десятую Дуката Таким Образом Выиграем Для нас В приросте Стабильность Пока Не трогаем Военная Усталость Пусть Спадает И Ждём Когда Дании Объявят Войну Так Печально Умер Советник Кто Дипломат Боевой Дух Флота Эффективность Торговли И Организация Шпионской Сети Торговля Нам Приносит Совсем Немного Всего Дукаты 20 Так что 10% Тут роли Большой Не сыграют Ладно Так и быть Ничего Не будем Делать Советником Нам Надо Накопить Денег Для того Чтобы Отдать Все Займы И подготовить Войска К войне Против Новгорода О Где-то Где-то У нас Тут Что-ли Ведём Сюда Войска Рекрутов Мы Почти Восстановили Дания 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 Смотри Что мы Хотим Мы хотим Швеции Сфабриковать Претензию На Ещё Одну Земельку Например Это Может быть Вот Эта Вот Земелька Ну Чё Когда Вы Там Вашу Датскую Заварушку Начинаете Литва Вся Восстание К Литве Плохо Так Корабль Мы Построили Флот Есть Морская Гонка Зданий 29 Кораблей Это Мы Не Сделаем Даже Если Очень Захотим Вот Шотландии Могли Бы Престиж Больше Или Равен 50 Стабильность Увеличится На Однёрку Давайте Берём Пока Это Карака Продавать Е Или Не Продавать Мы В таком Положении Что Придётся Продавать Эту Караку Плевать На Все Эти Флотилии Шматили Нам Ещё Кто-то Нужен Чтобы Её Продать Продать Корабли За Сколько Ты Готова Купить Эту Караку Опять За Стандартную Сумму В 61 В 62 Нет А В 61 Да Продавать Или Не Продавать Эту Караку Вот В Вопрос С Одной С С С С С С С С Объединённый Датско Шведский Флот С Другой С 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 Объединяем Итого У нас Есть Корабли Против Разделённых Флотов Корабли Есть А как Там Наша Благосклонность Пятёрочка Уже У Англии Как Там Наша Благосклонность Шестёрочка Видите Московия Не отстаёт По росту Благосклонности Практически Тройка У Польши За Новгород Ступятся Дания Литва Ну Дания Да До тех пор Пока И Швеция Не объявила Войну За Независимость А Швеция Может Это Сделать Если Помирание Сгинет В пучине Войны Я надеюсь Что Швеция Скоро Объявит Дание Войну За Независимость Мы Конечно Можем Её Поддержать Но Тогда Это Будет Просто Жесть Никому Не Нужная И Нам В первую Очередь Так Пока Мы Ничего Не Делаем Давайте Поулучшаем Отношения С Папской Областью Это Полезная Штука Всегда Полезная Штука Причём Пока Мы Католики Нам Это Важно Делать Ну Швеция Давай Нападай Объявляй Дане Войну Ты же Всё-таки Хочешь Быть Независимой Подумай Об этом Мощь кавалерии Берём Боевой дух Флота Получаем Теперь мы Сильные Мы Норвегия Которая Готова Сопротивляться Серёга Привет Тебе Которая Готова Повороться За Норвежский Лес Так Декабрь 65 Как бы Время Идёт И в 72 Перемирие Наше Закончится И Тянуть Кота За Причинные Места Уже Будет Невозможно Поэтому Надо Надо Что-то Быстро Придумывать Берём 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 Тоже Полезная Штука Так Дворяне Получат 10 Лояльности Престиж Уменьшится На 10 Либо Дворяне Потеряют 10 Лояльности Национальные Беспорядки Плюс 2 До 67 То есть На 1 Год Дворяне Дворяне Потеряют 10 Лояльности Ну Как Как Бы Не Страшно Мы Можем Себе Это Позволить Армию Армию То Мы Не Содержим Практически А 1 Год Потерпеть Ради Престижа Можем Престиж Как По Мне Того Стоит Ничего Скоро Сможем Выплатить Свой Займ Доходы У нас 2 Положительный Баланс Так Московия 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 Петровна Че с тобой Пятерочка Благосклонности Давай Все Польша Пошла В войну Против Тевтонского Ордена Еще Одно Событие Число Рекрутов Провинции Бехуслен На 10% Вырастет Сколько Здесь Рекрутов 550 А будет 600 50 Рекрутов Получили Просто Невероятное Событие Идти Праздновать Иди В исследовательские Идеи Серега Пока Не до Исследовательских Идей Хотя Конечно Мне Понадобится В дипломатической Ветке Исследовательские Идеи Да Не в Административной Выплатим И копим Деньги 8 Дукат У нас Доход Ну что Швеция Да Швеция Объявляет Войну За независимость Дании Сейчас Начнется Срач И Махач Дания Гольштейн И Померания Померания Будет Помогать Дании И Шотланд Против Войны С Швецией И Шотландией Ну Как бы Не очень Гуд Мало Шансов У этих Гавриков Дания Просит Прохода Войск Пока Не предоставляем Дании Проход Войск Пусть У Швеции Будет Шанс Дания Литва Гарантирует Независимость Швеция Просит Прохода Войск Пока Не предоставляем Проход Войск Чуть Позже Все Это Дело Отдадим Гольштейн Просит Проход Войск Любой Проход Войск Который Мы Дадим Будет Использован Против Результата Который Мы Хотим От Этой Войны Получить Себе Так А вот Что Мы Можем Сделать Так Это Содержание Армии Поднять Чтобы Восстановить Немножко Точнее Нашу Армику Сколько У нас Число 14 из 15 Нормально 17 из 20 Флот Сейчас Нам надо Дождаться Того Момента Когда Сколько 61 100 6 из 42 Так 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 А Сколько Нам Нужно Чтобы Сфабриковать 35 Вот Наверное Сейчас Шпионскую Сеть Отменим Давай На Готланд Сколько У нас Претензий На Данию Раз Два Три Четыре Претензии На Данию Несколько Претензий На Швецию Нормально Нам Пока Хватит Вопрос К Новгороду Если Мы Объявим Войну То Дания Еще Вступится Сколько У нее Причин Не Вступаться 8 Причин Хорошо Ждем Чтобы Причин Не Вступаться Стало Больше Так Рекордов Мы Восстанавливаем Я Я Так Понимаю Сейчас Будет Страдать Шотландия Вовсю Вот Помирание В этой Игре Плохой Игрок Так С кем Швеция Шотландия Бранденбург Я Не Понял Ага Помирание Проигрывает И у Помирания Еще И Как Назло Иди Нафиг Помирание Если Ты Получишь Право Прохода То Право Прохода Получат Все Ты Должна Страдать Швеция Ты Должна Выигрывать А Даня Должна Отправить Свои Войска Вот Сюда И Шотландию Постукать 15 Причин Будем Будем Следить За Ростом Этих Причин Шесть Благосклонностей Замечательно Да Польша 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 Проигрывает Ливонскому Ордену И Тевтонскому Ордену Серьезно Польша Как Так Возможен Возможно Продержать Подольше 15 Ну давай Даня Проигрывай Только Вы не Проигрывайте И Желательно Чтобы Даня Все-таки Поплыла Сюда 67 67 Так Пока Ничего Риски Восстаний Тоже Пока Нету Все Усталости От Войны Нет Что У нас Легитимность Плохая Легитимность Нас не защищает От восстаний К сожалению А престиж Подавно Этого Не делает Что такое Не знаю Выручать Тебе Или нет Выручай Что он Мимо Плашки Он Он Ворочал Плашку Он ее Раскручил Но Настал С одной Стороны И Настал С другой Выручай Олечка Ты моя Единственная Надежда Котик А ты Доброе Поедешь В деревню Да Котяра Как так Можно У тебя Есть Ни один Человек Не приходит В туалет Не разбивает Унитаз А потом Что такое Надо Чем тебя Эта плашка Заинтересовала Так что Ты решил Ее Поворочить Ну Животное Ты Дебильное Ну 26 Давай Давай Даня Выходи Из списка Желающих Повоевать Если мы Интересно Примем Даню В эту Войну То мы От нее Что-то Можем Взять По миру Так Чтобы Московия На нас Не обиделась Типа Сепаратный Мир С ней Заключитель Что-то Подобное Например Объявляем Войну Оборонительная Война Плюс 30 Заняла Военная Усталость Мы Тем Самым Конечно Поможем Войне Швеции И Шотландии За независимость Но боюсь От Шотландии Ничего Не отвалится Тогда И да Мы Сможем Здании Что-то Потребовать Совсем Небольшое На 5 лет Перемирия Типа Выплату Репараций Или что-то Подобное Интересно Это нам Выгодней Или все-таки Нам выгодней Земли Шотландии Земли Шотландии Мне все-таки Кажутся Более Хорошим Результатом 26 Из 35 Ну Сейчас Если Швеция Будет Проигрывать Швеция Уже Проигрывает Где Датские Войска Почему Они до сих Пор Не тут Шотландию Немножко Побили Поковыряли И если Война Швеции С Даней Закончится Плохо То К сожалению Фух Мне аж Прям Стремно Это Помирание Все Карты Сбило Все Все Даня Не придет В эту войну Ну Давайте Пообещаем Что В Москве Но Ничего Ни от Кого Не заберем Давайте За унижение Повоюем Типа Даня Литвота Подтвердить Тащим Москве В эту Войну Нужна Она Только Для того Чтобы С Литвы Взять Выплату Репараций И Продлить Перемирие С Новгородом В Москве Посиди Пока Тут Новгород Никуда Не пойдет И мы Тоже Пока Посидим Ничего Не будем Делать Будем Наблюдать За войной Инфляция И стабильность Вот в чем Вопрос Инфляцию Мы уже Снижали Стабильность А инфляция На единичку Либо Инфляция Увеличится На 3 75 А стабильность Нам будет Стоить Сто очков Да ладно Берем Негативную Стабильность Сто очков Туда Туда Сюда Невелика Потеря Давай Московия Воюй В чужой Никому Ненужной Войне Так Где наш Новгород Новгород Где-то Бродит Можем Туда Отправиться Так 2 Уже Выигрывает Против Швеции Шотландии Ну тут Тут Шотландия Чуть Плохо Справляется Шотландия Отправляют Подношения Все Хотят Чтобы Данию Забили Ничего С Данией Мы повоюем Если она будет В союзе С Померанием Это Невелика Потеря Нам Главное Отношение С Московией Благосклонности Десятку Накопить И тогда Даже Дания Померания Швеция Нам не помеха Жаба Когда Будет Хардс Оф Айрон Четыре Будет Света Привет Тебе Еще Раз Так Московия Московия Допубеждай Пойдем Куда Туда Че Нам Делать Пойдем Куда Туда Так Восстанавливать Рекрунтов Нам Не Надо Мы Можем Пока Содержание Армии Держать Вообще На Минимуме Чтобы Хоть Какие Деньжаты У нас Водились Деньжат У нас Станет Больше Благодаря Литве Ее Мы Заставим Платить Сейчас Московия Для нас Захватит Много Земель Пока Новгород И Литва Это не Проблема Победить Их Я думаю Вы пока Здесь Стоите Может Вас Законсервировать Или Не стоит Мы За вас В принципе Не так Много Платим Наверное Тогда Не стоит И Один Дипломат Его Нужно Куда То Скинуть Бургундия Невер Вступать В Наступательные Войны Давайте Пока Не будем Вступать В Наступательные Войны По Улучшаем Отношения С ними От Швеции Можно Отдельно Пробовать Что-то Требовать Фабриковать На нее Претензии Я Думаю Сейчас Все Таки Швеция Чего-то Добьется Дания Проигрывает Немножко Отозвать Да От Папчан Дипломата Ай Так Рисков Восстаний Нет Усталости Пока Нет Инфляции Больших Проблем Нет Отменить Задания Престиж Мы Вряд Л Накопим Да Давайте Отменим Задание Посмотрим Какое Следующее Нам Выдадут Число Рекрутов Уменьшится Либо Престиж Потеряем Нет Число Рекрутов Пожертвуем Оно У нас Будет Расти До Войны Зданий Накопится Полное Как Как Только Будет Возможность Вывести Литву По Репарациям Сделаем Это Дворяне Получат 10 Влияния Какие-то Сообщения Кидают Такие Интересные Потребовать Денег Поднять Нет Воеводы Не Надо Пошли В столицу Московия Пока Хочет Воевать Пусть Пока Воюет Ты За Сколько Наушники Покупал Миша Не Помню Вот Такие Не Очень Дешевые Не Очень Дорогие Средняя Категория Восьмерочка Благосклонности Отлично Можно Убрать Дипломата Пока Что Давайте Попробуем С Польшей Улучшить Отношения А то Она По Благосклонности Отстает От всех Остальных И Попробуем Сфабриковать Претензии На Данию Все Еще На Данию Потому что Не знаем Каков Будет Результат Этой Войны Может Тогда Нет И Переметнулась На территорию Шотландии Или Нет Шотландия Но Гибает Правда Такими Малыми Силами А где Же Датские Силы Бранденбург А Понятно У Помирани Сейчас Будет Проблема Естественно Дания В эту Войну Не Вступила Ей Та Она Зачем Так Но Тут Мы Будем Осторожнее Действовать Видимо Придется Поднять Немножко Содержание Армии Чтоб Мы Вообще Не Дохли От Любых Тычков И Нам Надо Будет Идти Сразу Сюда Потому Шлемить Снабжения Здесь Особенно Зимой Прям Таки Скажем Плохой Только Мы Сюда Вступили И Начались Проблемы Стойте Здесь Захватывайте Молодцы Тысячу Съели И Мониторим Армию Литвы Сколько 15 Тысяча Надеюсь Нигде Тут Нету Литовских Войск Поблизости Помирать Мне Не Хочется Задаром Задаром Так Это Мы Взяли Давайте Командующего Сюда Переставим Ой Мы Можем Взять Превосходные Конные Корпуса Можем Не Вот Можем Взять Корветы Но Не Берем Нам Надо Именно Технологии Взять Лучшие Высшие Так Еще Тысячу Взяли Идем Сюда Отзывать Да Давайте Отзывать Но Командующего Назначим А Их Трое Давайте Остановимся У Литвы Там Свои Проблемы С Литвой Мы Скоро Сможем Заключить Выгодное Нам Перемирие Ну Че Даня Может Переправишь Все Так Свои Силы Туда Мне Бы Так Хотелось Получить Обратно Земельки Которые В противном Случа Получить Достаточно Сложно Даня Гольштейн Помирание Швеция Я надеюсь На тебя Честное Слово Так Сколько 297 Нормально Живем Пошла Литва Произошло Событие Иберийская Свадьба Где-то Далеко Обычный Зритель Сегодня Проводил Тест Вроде Нормально Так Что Будет Непривычно Литву Безуни Видеть Я уже Такого Навидался Что Что Уже Абсолютно Все Равно С Уни Она Или Без Уни Как-то Абсолютно Одинаково Так Новгород Набирает Силы Литва Сюда Идет Будем Подтягивать Отношения С Московией Забирать Дипломатов Швеция За счет Датских Земель Конечно Что-то Там Получит А вот Шотландию Имеют Вряд Швеция Что-то Получит Даже За счет Датских Земель Морская Гонка Зданий Все Еще 29 Вот Жаль Спасибо Большое Так Ограбили Все Ограбили Все Пойдем Сюда Что-ли На более Пажатные Земли Будем Держаться Поближе Так 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 Вряд ли Они Нас Здесь Смогут Разбить Своим 0701 Так Идем Поможем Дания Пришла Что Разбила Швецию Плохо Дело Стопе 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 15 Против Дании Гольштейна Помирании Швеция Шотландия Шотландия Еще воюет Так Колу Мы Осадили Всю Армию Навгородскую Приходится Перемалывать Может Чуть Самого Самой Литвы Побьем Ой Ладно Фигней Страдаю Давайте Содержание Чуть Поднимем Проиграли Чуточку И Выиграли Молодцы Помним Что мы Просим Мы Просим Репарации Они Нам Нужны Так Ты Иди Сюда Даже Вот Так Наверное Давай А ты Иди Сюда Вопрос Сколько У нас Военной Усталости 109 Так Сберем Берем 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 Никто Тут Меня Не Трогает Швеция Шотландия Да Не Проигрывай Чертовка влияние на папу увеличится до 2 до берем любое влияние на папу это нам в итоге принесет больше пользы наш дипломат раскрыт ай-яй-яй мы что даже сфабриковать претензии не сможем нет перемирие от новгорода не принимаем на новгород как хищные звери мы налетаем так дипломатии отношения улучшать важно блин вот жалко что даня не не переправила сюда свои войска теперь у швеции большие проблемы она конечно датские войска будет разбивать но боюсь шотландия так захватили теперь давайте попробуем разбить эти 2000 московия по идее должна так московия ты же должна нас любить 8 благосклонности давай десятку благосклонности 70 и через два года воюем с швецией или здание как придется этих не дограбили этих не дограбили пошли грабить но помним что здесь рядом литва литва которая может быть скоро захочет платить нам репарации пока не хочет надо еще чуть-чуть подождать помозолить их поразбивать их армии а вот новгород уже прям перемирия просит еще высокое желание повоевать шотландия заключила союз военный с кем-то там как-то там где-то там эх-эх-эх-эх-эх-эх-эх так создать шпионскую сеть конечно давай московия ты захватила столицу теперь они готовы на все по моему так выплата репараций готовы отдать денежку тоже готовы сколько нам 40 дукат из этой суммы перепадет и самое главное что так отказ от претензий смотрите московия на это никак не реагирует кстати польша новгород ливонский орден заставлять их рвать союзы ни с кем не будем выделять вассалов мы ни с кем не сможем повоевать из этих вассалов давать проход войск тоже не будем ну чё выводим литву пока что пусть чем чем раньше это случится тем больше репараций она будет платить либо заставить московию еще разбить войска литвы так как благосклонность то у нас еще пока не хватает нам благосклонности нам надо десяточка благосклонности чтобы призвать в свою войну я давайте пусть литва еще повоюет на нашей стороне точнее против нас на нашей стороне это так сказать оговорка по фрейду главное чтобы московия этого не слышала что на самом деле война с литвой и новгородом нужна только для ослабления московии которые являются нашим союзником потому что рогатая жабка так действует всегда и кстати 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 давай плавай можно было это самого начала сделать швеция просит права прохода да давайте дадим швеции права прохода теперь она знает что она делает дания свои войска потеряла ну от шотландии видимо нам ничего не достанется не вывалится этот гу как там его московия присоединила пермь ваша битва должна состояться ребята ваша битва должна состояться надо держать эту войну до 72 до перемирия давай швец моя в тебя верить все пошла московицкая армия делать то что я от нее хочу давай удачи тебе сколько 97 сколько 100 получаем отношения с польшей так сказать подтянем отношения сфабриковать претензии пока не могу да хорошо все тефтонский орден отныне и официально больше не существует польша стала чуть чуть сильнее чем в прошлых моих попытках прошлые попытки по моему выделением данцига заканчивались так с этим и ребята идите куда-то сюда продолжаем террор и грабеж и мне кажется война затянется и у этих тоже парней не успеет позаключать союзы швеции но это пока мне только так кажется как оно будет на самом деле мы увидим так когда 84 да нам надо ждать хорошо ждем так отзываем дипломата давай на сту кай литве чё шотнула литовскую армию до практически шутнула молодец генерал умер нас умер генерал литва просит перемирия так тут сфабриковать претензии пока не можем скоро мы литве это перемирие дадим все-таки у нас февраль 71 давайте посмотрим когда у нас сентябрь 72 до длинно срок просто просто длинно срок и шотландия не ослабляется ночи выпускаем литву выпускаем кракена ничего московия теперь никаких фишек от этого не получит так что проход войск ради престижа просить потом он сразу же рвать или пусть рвет договора с новгородом хотя с другой стороны зачем право прохода союз ливонским орденом того что а ливонский орден за кем засейвился литва и рига вот этот тройничок мне не нравится литва ливонский орден польшей генуя но с другой стороны этот тройничок означает что никто тут никого есть не будет так что просто перемирие наверное заключаем и все усталость 1 и 4 небольшая я в стычке не ввязываюсь просто граблю ладно я думаю выплата репараций и все и все да отправляем требования но я просто не вижу что еще для себя полезного я мог бы взять ослабление литвы литва и так слабо торговое влияние они не хотят давать и долго не захотят типа кинуть на алтарь чтоб мы получали какой-то доход 255 и продолжаем грабить так 707 а чё у нас тут сколько нас здесь стоит таких умных 3000 ну лимит снабжения тут должен быть низким и продолжаем держать московию войне чтобы она не объявила войну дании такие вот мы террористы 15000 это гальштейн и дания собрали свою армию давайте если разобьет армию швеции будет тут даже неплохо соседнюю провинцию пограбим у нас никакой оккупации не происходит соответственно военная усталость у нас не растет то есть вот как есть так и есть 29 дукат это нам не надо построить военные суда в восемьдесят девятом только сможем еще раз изрядно заработать в московье изгнала купцов из державы дания тут вассальчики начали действовать московия 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 смотри московия хочет хочет сюда смотрите московия сюда хочет вписаться это означает что где-то под спутно она сама подумывает а не объявить ли такую войну благосклонность девяточка ждем десяточку такс 113 дукат можно нанять еще кого-то на дипломатическую репутацию например чтобы нас любили и хотели давайте дипломатические очки нам не помешают никак и двухсоточка отношений давайте их по улучшаем сколько мы еще мы получается весь семьдесят первый сидим до 70 до сентября семьдесят второго потом если что да не войну объявляем а дания заключает перемирие с швеции тогда дания пока тоже союзов оу помирание бросила данию как жаль как жаль у них туда-сюда туда-сюда нет ну идеальная ситуация конечно сложиться не могло так 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 вот это или блэкинг давайте наверное вот это возьмем хотя надо накопить скоро на вот это вот дело иссякнет претензия а я бы его хотел взять феврале семьдесят второго да а на это я претензию поставить не могу к сожалению это их столица двадцать шесть кораблей то есть часть кораблей мы уже разбили идем сюда отзываем ну давай на тебя сфабрикуем претензии ну давай на тебя так очень очень важная битва швеция в ней проиграла швеция в ней проиграла я надеюсь швеция продержится еще до семьдесят второго сентября тогда мы ей поможем объявив данью войн данью войну сейчас я объявить данью войну не могу потому что у меня перемирие и давай благосклонность десяточку как можно быстрее заключение мира Шотландия приняла белый мир что ли нет Шотландия даже что-то платить будет теперь швеция осталась наедине я бы на месте швеции сейчас бы вышел бы из этой войны но уже совсем не на пользу швеции хотя бы независимость получить ой франция тирон клан рикард швеция и тут никто не придет так что не будем брать задание на захват оно гибельное декабрь семьдесят первого ждем еще годок швеция пока у тебя есть 20 подумай над этим подумай над тем чтобы освободиться что ж ты будешь бедная делать с датской чертовой армией так дип очки дип очки прибережем а то кто знает может действительно придется военную усталость гасить не стандартными средствами и путем тут ограбили здесь еще грабим ну что пойдем сюда и надо вот эти вот шесть тысяч как-то я не знаю то ли на территорию своих союзников отвезти престиж увеличится на десять давай гоним престиж к верху враг нашей угрозы кто литва стопроцентное мнение а завоевать провинцию вот это вот нам надо да литва 41 отношение лучше на 55 ну типа как можем конечно попробовать правда через что так 41 на 55 это мы 45 еще добавим это будет 86 и чисто подарками какими-то союз вряд ли они захотят хотя династический брак можно будет заключить союз точно не захотят но это все еще опирается на дипломатическую репутацию которая у нас здесь сидит так что нет я думаю не вариант брать такое задание мы никак с этим заданием не справимся вот Таня пришла войска громить февраль 72 ведь подождать всего-то навсего до сентября подождите мы заключаем перемирие и получается мы девяточка благосклонность мы сколько после перемирия не можем убить войну какое время какое время по моему полгода или нет или сразу же можем убить войну швеция получила подношение от любика швецию сейчас заставят да и на этот раз швеция не освобождается от Дании ну с Данией будем тогда воевать по серьезному июль август благосклонность все еще девяточка да что же это такое ну давай десяточку все перемирие подошло к концу пора и нам заключать мир но теперь нас держит Московия у нас должно быть благосклонность десяточка чтобы мы могли объявить по нормальному войну а благосклонность расти не хочет но хотя есть способ заставить ее расти смена религии держава Новгород переходит в религию католичество и это нравится блин весь Новгород перевести в католичество твой подарок не пришел сейчас посмотрим фартизи пришел спасибо большое конец связи вам прислали подарок out the somewhere спасибо большое просто у меня этот подарок не сделал так что у меня все свернулось продолжил играть так что мы делаем с одной стороны смена религии то есть мы сразу получаем католический Новгород так католический Новгород может заключать союзов во все стороны но у него будут проблемы будут внутренние войны Московия отреагирует на это повышенной благосклонностью с другой стороны мы получаем более выгодное для нас унижение Новгорода выплата репараций кстати Московия вообще никак на это не реагирует видите при унижении ее выплата репараций совершенно не смущает и допустим отказ от претензий нам хотя бы одну благосклонность нафармить одну благосклонность мы получим если заставим Новгород обратиться в религию ладно допустим никакого унижения пусть будет смена религии блин чертова благосклонность которая нам так нужна пока не заключая перемирие ждем когда она у нас появится давай Московия однерочку я хочу от Новгорода взять то что я хочу так тут не девятка должна быть тут уже давно должна быть девятка ну ладно нам пока еще есть куда терпеть смена религии или унижение ай подарок подари да нет это не даст благосклонности больше у нас и так максимум отношений просто какая-то фигня происходит как будто благосклонность во время войны не растет но ведь должна же расти правильно это чё за чё за фигня скажите мне с Англией двоечка благосклонности даром не проходит Англия ваш верный съездник просит вашей помощи в французской войне за возвращение провинции против Франции блин 25 престижа теряем пошла вон Англия да не ну вы гоните блин это чё за фигня вы видите благосклонность просто берет и не растет так как мы находимся из бланкнап возрастает каждый год годовой прирост благосклонность зависит от крепости дружбы между Нагми ну так у нас блин просто супер крепкая дружба провинцию из-за чего их влияние вырастет хорошо пусть получают да что ж такое ну я первый раз таким сталкиваюсь что мы уже какой год ждем а благосклонность замерла на девяточке и не растет О, десяточка, ладно, все Теперь мы можем с Новгородом Заключать такой мир, какой хотим Ну какой смены религии, хотя и смена религии Мне кажется Приятной штучкой Так, предложить мир Выплата репараций Унижение И ничего больше И давай деньжат Пять из этой суммы Проход войск Он нам не нужен, потому что В Москве и так будет проход войск Так, а вот что нам нужно Это сейчас взять И сфабриковать претензию На вот это дело Иди сюда, родной И сейчас посмотрим, сможем ли мы втащить Москве в войну против Дании Да, в Москве мы можем втащить Войну против Дании За благосклонность И таким образом отнять провинцию Видите, одна благосклонность в три года Ну, как бы Как бы это неправильно Не унижать, а уже занять А что занять? Давайте попробуем занять Вот это дело И призвать Польшу за подарки Да нет, мы легко с Москвой справимся против Дании Не надо никого призывать Единственное, что Московия может захватить эти территории Но мы их ей не отдадим То есть нам подготовить бы кого-то Ладно, давайте воевать А то, блин, пофиг Гольштейн придет Ну, пусть приходит Поехали Полетели Московия-Псков Так, соблюдение Всего Да Морская гонка с державой Дани Если мы будем побеждать датский флот То мы эту морскую гонку выиграем Давай, иду и вот сюда Куда-то Надеюсь, ты успеешь Ты пока стой здесь Хотя тоже давайте Снимем с якоря Военные техи, да Это предпочтение у нас брать Военные техи Диптехи пока не берем Унижение мы взяли Прирост очков есть И неплохой Репарации у нас От Новгорода 0.12 Надеюсь, Новгород будет Брать, брать и брать Что-то там Где-то там Как-то там Да, берем Давайте Московию сюда Перенаправим Понимаю, что здесь крепость И скорее всего Московия упрется в нее Пока нас будут Хорошенько Чехвостить И каблучить Так Чехвостить И каблучить Англия Воюй С Францией Мне жаль Тебя Может даже Шотландия Тебя победить 194 О, отлично Улучшить отношения Подтвердить И на кого мы можем Вот теперь мы можем Кстати, фабриковать претензии Не, пока не можем Фабриковать претензии Шпионскую сеть На Новгород создавать Фартизи Фартизи Спасибо тебе большое Приму подарки Такс 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 Один подарок Принял Я боюсь, чтобы стрим не заглючил Что я это буду Активировать Спасибо огромное Это позволит Поднять мне Уровень Получить карточки Добавить больше Народов Друзья Так И кто-то просится В друзья Принимаем Кто-то с картин Адольфа Гитлера За мной скоро Нюрнбергский процесс Будет охотиться Столько у меня С иконками Адольфа Гитлеров Есть Да Вот теперь Здание Все пошло По одному месту Так Московия Нам с тобой надо Еще благосклонности Нафармить Очень хорошо К Швеции У тебя Дороги нету И мы попытаемся Тебя Не Пока не попытаемся Отрезать Отрезать тебя Будет перемирие С Новгородом Когда у нас Перемирие заканчивается В 84 В 84 Нам обязательно Первым Повоевать с ними 1,7,10 У них Карак нету А у нас есть У нас есть Дипломат Так 94 Да Улучшаем Отношения На максимум Как бы нам Разбить Твои кораблики Это только Когда восстановим Наши Будем делать Вылазку Разбивать Может даже Вот так Вот сделать Чтобы они Сюда Поплыли Своим Флотом Перемещают Они его Нет Не перемещают И нам Надо Наверное Уже Начинать Платить Нашему Войску 46 49 Воевал Против Нас Объявил Войну Врагу У нас Могут Быть Шансы В союзе С соперником Ну вот Этот Модификатор Когда спадет Воевал Против Нас Тогда Мы Получим Что Нибудь Ну Давайте Возьмем Что Делать То Стабильность Уменьшится Или Легитимность Стабильность Но она И сама Уменьшится Как я там Говорил Что нам Надо Содержание Армии Замаксить 74 А Ждем Мы Ага Этим Надо Отдать Какую-то Провинцию У нас Есть Воевода Нету Что нам Нужно Даровать Воеводство Дворяне Получат 20 лай Ого Это будет Много А когда Спадет 10 10 В 83 Понятно Воеводство Мы так Просто Не получим Здесь Правильное Число Находится 20 26 Это 46 56 66 Да Здесь Правильное Число Так Что-то Нам Надо Дать Священникам Какую-то Земельку Священники Вот тут Есть Такая Неплохая Земелька Держите Только Не злитесь 630 444 Не Нам Надо Чтобы Он Как Можно Дольше Пожил Этот Наш Плут Крутой Давай Сюда А Командующего Видимо Придется Покупать У нас Лютый Командующий Однако Московия Захватывает Себе Ох И Московия Даня И Гольштейн Нам Только С Даней И Гольштейном Справиться Отозвать Дипломата Нет Пусть Пусть Улучшает Отношения Сфабриковать Претензию Да Наверное Мы Будем Внутренние Территории Захватывать Пока Между Ну Мы Сможем Держать Пока Московию Вдали От Швеции Нам Даже Все Равно Кого Захватывать Главное Тут Постараться Найти Себе Союзников Австрия Проигрывает Бранденбург Может Ты Правда У Бранденбурга Кто в соперниках Померания Гамбург И Голландия О Бранденбург Может быть Хорошим Союзником Костя Привет Тебе 14 Идем Сюда А вот Адмиралтейство Мы могли бы И даровать Но Опять же Нужно Чтоб Наш Флот Немножко Восстановился Московия Подумай Над тем Куда Тебе Надо Идти Опять Выравниваем К сожалению Семьсот Можно брать Да На шестерочку Хорошо И скоро Новые Воентехи Возьмем Спами ранее Заключили Белый мир Блин Но мне не нравится Что Дания Такие силы Аккумулирует И че Московия Стоит Да вы же Должны Спокойно Перемещаться По этим Территориям Могу Конечно Попросить Аааа Дания На меня Нападает Дания Может Меня И победить Сможем Уйти Нет Уйти Не сможем Может Один Отряд Наемников Их Утихомирит Или Два Ой блин Больно Они нас И быстро Убивают Больно Быстро Они нас Убивают Ладно Не утихомирит Нас Ни один И ни два Отряда Наемников Давайте Отступим И Наемниками Туда же А Московия Наверное Из-за крепости Пройти Не может Тогда Все Понятно Блин Какие Вы Ай Отряд Наемников Моих Сейчас Убьют Блин И крепость Долго Будет Падать Так Уходим Уходим Отсюда Надо было Стоять В горах Хотя Датскую Армию Мы можем Победить Если Просто Возьмем Чуть Больше Наемников Но Мне бы Хотелось Чтобы Все Так Московия Отвоевала Чтобы Мы Вообще Без Наемников Не Остались Правда Они Сейчас Будут Аккумулировать Нашу Военную Усталость Воем Воем Зданий И Объявила Сразу Нас Своим Соперником Топой Как ты Сюда Пришел Какой Так Кто-то Там Больше Чему-то Не Подвергнут Отлично Это 74 Но Даровать Воеводство Мы не Можем До сих Пор Можем Только Даровать Адмиралтейство Или Нанять Теолога Кстати Можно Нанять Теолога Это Поможет Нам Преодолеть Риски Восстания Снизить военную Усталость Конечно Не поможет Но Риски Восстания Преодолеть Сможет Помочь Захватывай Московия И мы Пошли Куда-то Сюда Подношение Получили Спасибо Не ждал Что вы Такие Щедрые Так Сделаем Вот так Чтобы не Тратить Рекуртов Много Сколько 10% Скидка Да Принимаем Нужен ли нам Этот чертов Наемник Наверное Пока не нужен Не хочу платить Много Сейчас Минус Один Дукат Да Московия Делает Данию Но Надо Удостовериться Что Таки Делает Помочь Идем сюда Мы дали Московии Задание Это захватить А претензии Выставили Надо было Претензии Вот эту Провинцию Выставить Тогда бы У нас Сейчас Был бы Больший Счет Так А что Мы можем Сделать Мы можем Все это Проще Сделать Вы пойдете Сюда А вы Пойдете Вот сюда Ну что Даровать 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 Да Можно Даровать Адмиралтейство 52 Да Давайте Сейчас посмотрим Какого нам Адмиральчика Дали Давайте Посмотрим Как мы Повоевим А Так 88 Ни одного Корабля Не разбили Ну тогда Уходим Так сказать Немножко Их покоцали И то Хорошо И то Хорошо Так Захватили Эту провинцию Теперь Будем Пытаться Захватить Эту провинцию Как мы Пройдем Сюда А Никак Мы Отремонтируемся Вот этих Одиночек Можем Разбить Давайте Приблизимся Ближе Сюда На всякий Случай Приведем Этик Сюда Просто Нам Нужен Крупнее Флот И Уведем Флот Наверное Вот сюда Хе-хе-хе-хе-хе Галерки 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 Так Если что Мы можем Разделить Вражеский Флот И они Не пройдут Ни в одну Ни в другую Сторону 3% Счета Московия Ты там Не устала Я пока Не устала Еще Наши Восстания Созреют Придется Их давить Тебе Но это Так Это уже Так сказать Дополнительные Бонусы Плюшки Мушки Тут Если б не Флот Гольштейна Конечно Что-то Еще и Смогли Бы Сделать Че Пойти 6 Галерок Там Утопить А ну Попробуем Допустим Если мы Выйдем Сюда Они же Нас Не потопят Или Потопят Терпи Мы уже Близко Телепортация Датского Флота Ненавижу Надо было Пожертвовать Одним Корабликом Одним Варком Для того Чтобы Суметь Датскому Флоту Нанести Очень Серьезный Урон Так Какова У нас С вами Благосклонность Ну Лег Мы же С вами Друзья Да Мы же С вами Улучшаем Отношения Давайте Гольштейнские Корабли Разобьем Нечего Вам Вообще Здесь Плавать На Два Кораблика У врага Стало Меньше Вот Тут Они Тоже Слабее Нас По Идея Где У нас Восстание Стокголь Московия Мне Поможет Ограбили Все Пошли Сюда Или Нет Даже Стойте Здесь Так Так Вот Сделаем Может Подхватим Московитов И Поможем Я Им Поутверждаю Этим Подлым Негодяем Так Девять Одиннадцать Десять Одиннадцать Отлично Корабли Тонут Ай Наши Тонут Убегаем Что Мы Потеряли Одну Галерку Враг Потерял Четыре Галерки Хорошо Таким Образом Мы Разбиваем Вражеские Флотилии Четырнадцать Галерок У них Осталось К сожалению Сколько нам Таких Боев Нужно Провести Нам Быкоги Сюда Подвезти Но Нам Мешают Престиж Увеличится Священники Потеряют Десять Лояльности Влияние На Папу Уменьшится На Десять Или Престиж Уменьшится На Пятнадцать Да Что Ж Вы Наш Престиж Воруете А Ну Давайте Попробуем Взять Вот Так Сделать Нужна Ли Нам Легитимность Ежегодные проценты Годовое изменение Легитимности Пятнадцать Дохода Изменение Престижа За год Скорость Восстановления Рекрутов Дипломатическая Репутация Плюс Один Да Нам К сожалению Нужна Именно Легитимность Вот Теперь И мы Готовы Десять Лояльности Потеряют Да Пусть Теряют Так Сказать Не потеряем Ничего Потому что У нас Ничего Нет Как Можно Потерять Что-то Когда у Тебя Ничего Для флота Идеи Бери Ребят Не спешите Флотские идеи Мне надо сделать Из Моей Норвегии Морковку Воинственную Прочную Суперскую Сильную Так Я понял Разделились Мы отремонтируем Так Сколько Двадцать восемь Процентов Этого Хватит Чтобы Просто Просто Ничего Не получить По миру Вот для чего Этого Хватит Просто Взять Вот это Просто Взять Вот это И просто Взять Вот это Хватит Вот это Вот уже Не хватит Взять Вот это Не возьму Не дадут Вот это Не дадут Вот это Не дадут То есть Три провинции И Интересно Московия Что ты хочешь Московия хочет Все из этого То есть Вот эти провинции Нам пока Зясь Пока Московия Их хочет Хотя Мы могли бы Повоевать С Ливонским Орденом Таким путем Нам лучше Хапать Как можно Больше Отданий Здесь То есть В это Все В этот Мир Я бы Еще Готланд Взял бы К сожалению Не могу Вот это Не могу Потому что Надо оккупировать Крепость То есть Мы можем Попробовать Еще Пободаться Только Когда Наш Флот Пробьет Гадов Отлично Московиты Красавцы Я вас Благодарю Давайте Попробуем Уйти Отсюда Наверное Вот так Попробуем Уйти Нам Придется Тоже Что-то Сделать Час С датской Армией Повоюем Отлично Молодцы Ну и что Кто-то Сюда Придет Или Боитесь Сейчас 30 тысяч Московитов Будет бить 20 тысяч Датча А ну-ка Отойди Сюда Ты же их Не привлекаешь На свою сторону Нет Не привлекает Пошли Вы первые Вступаете Это ваши Рекруты Не мои Не хочу Своих Рекрутов Терять Уж Извините Теперь Идем сюда Так Восстание Мы подавили Это Удобно Это означает Что По идее Нам Наемник И не нужен Нашей армии Сколько Мы в минус Идем Сейчас Если Московия За нас Всю работу Делает Блин Это вы Что творите Куда 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 Они пошли И самое Главное Зачем У меня У меня Аж Тут Галочка Не стоит Вы Что В Анабиозе Вы Реально Это Того Рекрутов Он Сливать Не хотел Блин Не Ну Это Это Какой Анабиоз Это Какой То Лютый Страшный Сон Я Сейчас Смотрю Что Они Делают Вы Это Видели Зачем Тебе Туда Что Ты Там Хочешь Тебе Показалось Что Вот Тут Вот Жесть Понятно Тебе Наемники Ему Не нужны Сейчас Будем Даню Своими Силами Выбивать Сэкономил Один Черт Блин Московия Ну Как Ты Так Протупила Это Просто Жесть Вы Понимаете Они Увидели Здесь Восстание Даже Не На Своей Территорией И Послали Свою Армию Чтобы Те Стали На Границу Кто Им Прописывает Такие Чертовы Команды Это При Том Что Их Армия Здесь Сливается Кто Расставляет Так Приоритеты Вы Че Больные На голову Ублюдки Это Жесть Ладно Пойдем Разобьем Вот эти Восемь Кораблей Здесь Шесть Галер А здесь Что У нас Семь Галер О Нет 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 Мы Идем Объединимся С нашими Кораблями И Наваляем Этим Тут Вы Шутники Скажите Мне Московиты При Этом Эти Двое Идут Сюда А Эти Пошли Куда То Очень Далеко Это Не Московиты Это Какой-то Концерт Ну Попробуем Их Перехватить Все Мы Датчан Конечно Не Схарчаем Датчане Здесь Уже Супер Сила Будем Надеяться На победу На море Ух ты Да Небольшую победу На море Мы здесь Себе Организовали А ну Слывем Сюда Московия О Боже Ты Мой Почему Ты Такое Дурное Лимит Армии Боевой Дух Армии Содержание Армии Давай Хотя бы На боевой Дух Мы потеряли Только что Советника На дисциплину Фейспалмами Здесь Не отделаешься Московия Ты Успеешь Десять тысяч Только сюда Ведут Вы Издеваетесь А куда Пошли Ваши Остальные Тысячи Нет Не сюда Уже Ведут Куда Вы Все Пошли А Что Вы Все Там Хотите Восстание Подавить Новгородское Или Че Когда Говорят Что Жаба Затащит Ваше Лицо Я Не знаю Что С этим Искусственным Интеллектом И почему Оно Так Но Эти Восемнадцать Тысяч Должны Быть Тут И Должны Помочь Мне Победить Во Что Быто Ни Стало Мы Кстати Можем Высадиться Тут Правда Боюсь Когда Они Отремонтируются Они По Нам Ударят Давайте Попробуем Как Говорится Чем Черт Не Шутит Мы Можем Перекрыть Им А Не Сможем Им Ничего Перекрыть Ну Кстати А Ну Ка Московия Где Твои Супер Армии А Бог Ты Мой Восстание Подавляли Мы С вами Воюем Московия Сделай Что Нибудь А Куда Ты Пошла Почему Ты Так Пошла Что Ты Так Московия Зачем Ты Так Себя Ведешь Ты Идешь Объединяться С вот Этими Двумя И Стоит Это Мы За это Заплатили Десять Благосклонностей Которые Копили Всю Свою Жизнь Вот За Это Мы Заплатили Десять Благосклонностей Да Если Если бы был я прорабом на этом строительстве Я бы сказал Да пошли бы все вы Нафиг Если бы я был хозяином Я бы сказал Уволю Каждого Ничего Не заплачу Что это за расход моих ресурсов И трата их в никуда Московия Что это такое Почему ты стоишь в Москве Что Объясните мне Что это такое Что за реальный Саботаж Саботаж За что Ну нам Ясное дело Придется Придется Заканчивать Войну Это нам Они отдадут Это уже Не отдадут Это тоже Не отдадут Вот это Еще Отдадут И Московия Такая Раз Улыбочка О Я конечно же Хочу Получить Это все Дело Конечно же Я хочу За эту благосклонность Это все Дело Получить Знаешь Что я тебе Хочу сказать Московия С таким Твоим Отношением К делу Ты получишь Ровным счетом Ничего По этой войне Понимаешь Знаешь Как оно Выглядит И пахнет Это твое Ничего Правильно Ни Черта Не получишь Фух Так я Хотел взять От Дани Еще больше Земель А так Раз Два Три Четыре Провочки Четыре Провочки Потому что Московия Творит Какой-то Ужас Они Прислали К нам Двоих Каких-то Пиндяев И это При том Что у нас Конкретно Ну я Верю В то Что Московия Таки сюда Придет Однажды Когда Так сказать И не захватят Это все Дело Но моя Вера Может и Не оправдаться О Бог Ты мой И у Московии Кстати Не будет Возможности Пройти Вот сюда Если Мы Не Возьмем Никакую Провинцию Как Как Я Как Я Просто Искренне Рад Этому Искусственному Интеллекту Им Надо Окупация Крепостей То есть Четыре Провинции Не Ну вот Еще По Дании С тобой Пройдемся 70-82 О каком Унижении Здесь Может Ити Речь Спасибо Московия Спасибо Ты Топчик Ой Давай Мир Показ Да Я понял Что тут Надо Мир Заключать Блин Даже Репарациями Не Обойдемся Ну Мы Это Унизительная Война Так Немножко Денег Взять Зданий И Кто Получит Эти Деньги Правильно Большую Часть Получит Чертова Московия Ладно Пусть Получает Пусть Пусть Захлебнется Своими Дукатами Отправить Требования Ну Мы Стали Немножко Сильнее Московия Подавила Парочку Наших Восстаний Это Тоже Хороший Плюсок Такой Правда Вот У нас Новые Восстания Назревают У нас Правда Есть Рекруты Это Тоже Хороший Плюс Уволим Этих Гадов Пойдем В плюс У нас Есть Рекруты Это Хорошо Хорошо Национализировать Все Это Дело Самое Главное Что Эти Не Думают О Нас Противно Так Давай Розу Рушим И Наш Флот Сильнее Москвы Ой У этого Датского Если Умно Им Воевать У нас Появилось Четыре Барка Надо Ж Надо Ж Так Защита Торговли В Любике Но Самое Главное Чтобы Мы Не Захватили Сто Лицу Сто Лица Не Пал Это Плохо Будем Следить За Тем Как Военная Усталость Уходит Кто Нам Тут Готов Помочь Московия Польша Не Готовы Потому Что Благосклонности Не Хватает Но Мы Хотя Б Восстанавливаем С ними Доверие Доверие Уже 45 Было 40 Так Ты Готов Пойти К Нам Союз Да Хочет Пойти К Нам Союз А Чем Ты Нам Поможешь И Против Кого Или Скорее Втянешь Свои Войны Дания Сейчас Будет Заключать Военные Союзы Ее Обогна Обогнать Здесь Мы Союз Не Скоро Заключим Потому Что Доверие 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 Как Жаль Но Мы Хоть Ни Голые Ни Нищие Ни Ободраны При Армии Которую Есть На Что Содержать Мюнстер Заключил Военный Союз Даний Польша Начала Против Венгрии Войну Блин Польша А ты Потянешь Эту Войну Венгрия Неаполь Сиена И Австрия Скажите Пожалуйста Кто Австрия Слабенькая Австрия С Францией Воевит Ну Кто Учит Эту Польшу Тебя Сейчас Отпинают Войну Ты Попросишь Нас На Приди Помоги Всемогущая Норвегия Повоевать Нам Тут Вечность Будем Благосклонность Копить Так Помним Что Скоро Перемирие С Новгородом Заканчивается Когда В 84 Жаба Не спеши Москва Сейчас Раздуплиться И будет Путем Ну Мне Вообще То Для Моей Ачивочки Надо Бы Спешить Мне Некогда Ждать Пока Там Какая Москва Сейчас Раздуплиться Москва Нифига Не Дуплиться И она Если честно Думает Каким-то Задним Местом Пока Эти Заключают Военные Союзы 3-4 Давайте С Бранденбургом Предложить Военный Союз Династическим Браком Обвяжемся Обласкаемся Хорошо Что наш Правитель Жив Он нам Много Очков Разных Хороших Приносит И это Еще 59 Ну Хоть Дания Бранденбург Не возьмет Так Бранденбург Кто у тебя В соперниках Померания Гамбург Голландия Все Одно Все Нам Пригодится И Когда у нас С тобой Перемирие В 87 Закончится Нам Надо Успеть 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 Обласкать Москву До этого Времени Улучшенные Отношения На 40 А так Отношения 16 Агрессивные Это задание Надо отменять К черту Такие Задания Сейчас Мы пойдем Большой Плюс Что-то там Настроим 3 Дукатов Плюс И уже Хорошо Давайте Посмотрим Что мы можем Настроить Сколько Там Нам Даст Число Рекрутов 375 Вон я Вижу Это Просто Блин Прорва Уйма Рекрутов Так Вот Это Храмчик Здесь Построй Это Рэпчик Ты Топчик А Там Строй Храмчик Так 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 97 91 Улучшить Отношения У нас Династический Брак Я так Понимаю С этим Висит Я Тебя Люблю В кавычках Гадость Ты Мелкая И Легитимность Растет Хух В 84 Мы еще Очки Попросим Потребовать Детик Ну не бывает Все Хорошо Просто Берет И не Бывает Кто Дания И Литва Опять же Кстати Это Наш Повод У Дании Еще Что-то Отнять Но Это Чтобы Московия Не Тупила Не Тупила Так Сроки Перемирия 87 Дания 84 Четвертый То есть Нас 6 Лет На Подготовку Не Не Хочу Платить Этот Штраф Хотя Можно Взять Экономические Идеи Уже Было Бы Меркантилизм Число Дипломатических Всегда Берем Меркантилизм Отказ От Соперничества Мы Соперники Смотрите Как они Легко И Быстро Кидают Нас В Соперники Давайте Берем Прочность Кораблей Смерть Шпионом Хорошо Маленький Островок Взял Этот Островок Позволит Мне Сфабриковать Кстати Претензии На Померанию Можно Померанию Попробовать Сделать Своим Вассалом Интересно Просто Посмотреть Какие Тут У всех Аппетиты Не На Померанию Большой Аппетит Это Испортит Наши Отношения Отсюда Мы Только Бранденбург И Померанию Можем Кусать С Этого Островка Ливонский Не Можем Нам Надо Думать В Сторону Швеции Шотландия Опасный Противник Швеция Франция Это Надо Чтобы Эти Повоевали Сейчас С Францией Чтобы Они С Шотландией Повоевали Может Отдали Нам Парочку Провинций Они Могут Это Сделать Бывает Иногда Такое Акт Альтруизма Со стороны Тут Перемирие Да А Тут Мы Одни Не Вывезем Шотландию С Литвой Перемирие Уже Подошло К Концу А Ведь Мы Всего Лишь Унизили Их Почему Такое Длинное Перемирие Длина Этого Перемирия Меня Напрягает Жаба Сегодня На камере Ты Комната Как В раю Светится Ну Вот Это Райская Жаба Теперь Вы Можете Говорить Детям Что Вы Видели Рогатую Жабу В раю Так Священники Потеряют 15 Лояльности Влияние Казна Увеличится Или Престиж Увеличится На 5 Священники Получат 10 Влияния Священники Получат 10 Лояльности 15 Лояльности Влияние На Папу На 10 Казна Увеличится На 50 Потеряют 10 Влияния Нам бы конечно чтобы священники потеряли свое влияние давайте посмотрим когда тут вообще ситуация меняется 84 то есть 6 лет до ближайшего перепада влияния мы заблокированы в попытке что-то нанять на либо престиж и лояльность ладно давайте поверим доход от налогов плюс 20 тоже хорошая штука кто в наших соперниках новгород скажи что ты до сих пор наших соперниках до новгород до сих пор наших соперников а как долго продлится претензии на эту провинцию в январе 85 потеря но объявить еще успеем войну по этому поводу и главное втянуть в эту войну московию всеми правдами и неправдами это благосклонность вообще не растет то росла а то понимаете ли перестала вдруг как будто переклинило росла уже хорошо больше куда ты полезла но не союзники а просто как какие-то дебилы повысить наш престиж до 50 вряд ли мы сможем это сделать 23 кораблика боюсь с нашим либо 17 удания будет свои корабли восстанавливать уже наверное тратит на них деньги так что вряд ли мы догоним ладно возьмем тебя а есть еще одно важное дело которое можно сделать этап создать шпионскую сеть в дании мы то взяли провинции на которые у нас претензии соответственно их там стало меньше то есть мы можем еще потрогать данью шо молодец данья кстати еще не успела гельштейн присоединить задержалась из всех этих войн из-за всех этих войн чисто гипотетически ладно на что я надеюсь оставь надежды всяк туда идущий ты ты сам эту швецию не затащишь так вот тут вот мне придется принимать меры как бы мне не хотелось придется делать вот так и желательно было бы поднять стабильность на троечку дворяне хотят земель давай вот так вот сделаю блин ну как вариант можно уменьшить военную усталость все и восстание не случится можно было даже стабильность не поднимать видите не зря не брал новые эти самые ждал до последнего шотландия придет эти годы не хотят благосклонность подавай а где я возьму эту самую благосклонность польша в своей войне хотя если призывать польшу то как она туда придет через территории московии а территории московии ограничены всем чем только могут быть ограничены территории московии ладно ну хоть справились с восстанием и то хорошо как мы там говорили хорошее событие наше случится это 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 за 10 лояльности 75 монеток потребовать давайте это нарастет еще 14 0 6 10 10 0 2 ты просто можем богатеть не пока ждем не строим или строим так 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 не пока что пока что меня не ну как бы не мучает вот эта вот ситуация вроде кажется что здесь есть куда двигаться только надо найти тех кто готов будет мне помочь воевать с швецией пока у нее союз шотландии если шотландия начнет войну с англией будет вообще топчик у шотландии перемирия нету то есть англия вполне может в какой-то момент объявить шотландии войну если захочет а может и не объявить австрия слаба франция очень сильна я боюсь такой франции польшу дрюкают ну польша что ты хотела сейчас польшу еще раз понакают им будет у меня топ союзник кавычка блин польша у меня сразу такой вопрос возник а что если мне из союзника тебя превратить норвегия литва кто захочет повоевать с польши аж прям зудит сделать шпионскую сеть на тебя неплохо было бы разъедаться но пока не будем давайте посмотрим чем все таки закончится если ее распанахают буду делать а то потерять хоть какого нибудь союзника вообще очень не хочется если сейчас польше еще кто-то войну объявит типа там ливонского ордена хоть бери опять дари подарки 26 225 так 5 процентная скидка но почему-то заблокирован а не можем еще морские амбиции не хочу со скидкой все это дело дипломат был раскрыт мы чего ничего не сможем взять мы ничего не можем взять а здесь мюнстер 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 монстр просто эти нас не любят любик нас не любит любит не любит любит не любит не любит так еще соточка то вы что можно еще где-то построить храм богов чтобы поклоняться им на 0 10 нет не хочу здесь тоже 0 0 31 о как я сразу не заметил надо строить это же огромнейшая сумма так недавно отказалась поддерживать когда-то это пройдет когда понятия не имею так стабильность уменьшится казна уменьшится или число дипломатических очков ну лучше всего и легче всего заплатить казной но это долги но это мы и сделаем так и быть возьмем займ пофиг на него потом вернем бранденбург заключил военный союз зданий бранденбург ты как посмел заключить союз с моим соперником самое главное как ты смог заключить союз с моим соперником да красава просто а знаете что это означает это означает что даня становится неприкосновенной вот что это означает это означает опять ту же самую фигню из-за того что московия затупила мы не смогли данью втоптать забрать ее столицу сделать данью непривлекательной для союзов жаби и рандом а я ненавижу их всех ненавижу мастерскую вдала скале уже строится здесь мастерская чертов займ так ну что у нас все со скидкой берем берем теперь посмотрим какие идейки берем а берем мы с вами друзья не исследовательские идеи потому что у нас не будет денег канализировать но мы берем с вами именно экономические идеи мы должны становиться сильнее так что у нас боевой дух флота плюс 10 идем к закрытию этого дела качественные и экономические вместе дадут нам плюс 5 дисциплина к чему я стремлюсь стать самой сильной сухопутной нет стать равной по силе сухопутной армии моим конкурентам хотя бы равной блин норвегия это такое убожище в этом районе кто мне здесь поможет стать сильнее давайте законтрим данью союз заключим вот так изменение престижа плюс 1 число административных очков уменьшится на 10 престиж уменьшится на 5 до 6 сентября 500 20 престижа типа получим ну давайте это мягкая плата за это дело значит скоро будем армию нанимать так 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 84 4 года у нас еще куда расширяться пойдешь земли брать в европу везде куда только смогу но прежде всего мне нужна европа мне нужно не дать московии усилиться московия сейчас кстати чужие проблемы решает но в город увидите ли ей надо помочь я тебе дам по новгородским девкам бегать да ну хватит сфабриковать претензию на что вот на это нам надо сфабриковать претензию теперь это у нас уже соседняя провинция надеюсь по следующей войне мы эту претензию вытянем на свет и сможем забрать и так то нам надо еще немножко галерок посоздавать 1 2 3 4 галерки еще создадим потом будем создавать армию а нет 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 мы перестали получать увеличенное количество очков а может кто-то хоть кто-то придет к нам на помощь войне против шотландии никто хоть берись шотландии воюй своим точнее с швеции своими силами но швеция у шотландии вместе нас разделают так тут литва не придет на помощь мы кстати один на один с новгородом можем повоевать но к чему нам эта война что мы тут такого от этого получим московия объявит вторую войну в спину богемия начала против венгрии войну богемия решила спасти польшу интересное событие мне наоборот надо именно московию втащить в войну против 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 дания больше не гарантирует ничего новгороду плохо блин а как же я втащу с такой-то благосклонностью нифига ж я не втащу но доверия хоть 46 видимо из-за доверия у нас так благосклонность слабо повышается из-за того что мы слабые незначительные и в этом вся проблемка не вы посмотрите эти закончили свои войны смотрят на нас такими голодными глазами у нас из союзников даже бранденбург начал воевать только московия одна не воюет будет прикол если московия в оборонительной войне скажет нам давай до свидания не хочу я тебе помогать хотя исследовательские идеи очень хорошо бы мне здесь зашли так как у меня избыток этих очков но скидку не хочу давать никому берите кто-то первый кто у нас умирает умирает какое-то изменение престижа снижения годовой инфляции есть у нас годовая инфляция да немножко можем ее поснижать престиж у нас 13 4 дуката да вы что это все репарации новгород нам платит хорошие репарации но это все не репарации это все мы своими силами всего этого добились никто нам этого не дарил и ни у кого мы этого не просили так давайте отдадим долги тогда и после того как отдадим долги наймем войска для войны с новгородом а с кем польша на 10 благосклонности нам поможет воевать это вопрос века то что московия нам помогла просто эпично феерично лучше бы не помогало это самые эпично просранные рогата жабские 10 благосклонности у меня еще таких просранных 10 благосклонности никогда не было пришла развернулась и тупо ушла редкостная коза почему рогатую жабку так союзники подводят что я им сделал все 12 галерок нам должно хватить на все про все престиж у нас идет в плюс может быть когда-то так выбран соперник отказ от соперничества с литвой да чтоб вас эффективность миссионеров стоимость технологий ну нижние нам надо брать и ту стабильность которая у нас была у нас решает отнять ладно берем так все роль принял предложение шотландия для нас недостижимая роскошь а тут нам надо 91 дукат чтобы выплатить долг ладно ай новгород 84 да это самое близкое наше перемирие то есть еще два года ждать в бездействии дестабилизирует и московия слабо нам доверяет чё закончили воевать ну видите хорошо что не фабриковал ничего на польшу польша еще более-менее выкарабкалась польша 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 где ты в этом длинном списке польша готова была бы помочь но вот то что это отдаленная война и немножко мешает ее бы чем-то подтолкнуть к этому действию бранденбург мне правопрохода дал бы дания правда не дала бы правопрохода ну я мог бы шотландский флот уничтожить шотландия бы ничего не сделала или во время даже высадки уничтожить ее флот а вот у швеции швеции большая армия швеция 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 нет шесть тысяч солдат у швеции небольшая армия можно было бы шведов разбить слушайте может мне таки бросить им вызов и пофиг что там кто-то хочет прийти но это будет война на полный износ так сказать давайте после новгорода наверное это сделаем но еще подкопимся флотилию за максим ригу бери там торговая точка за ригу тут полмира вступается так новгород данию соперниками может вы повоюете и кажется 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 мы можем 9 3 у нас какие седьмые воентехи скоро будут так бы пушки надо брать было бы начать сожжение еретиков ну какая швеция быстро так все морские амбиции пойдем по пути блин но швеция у нас седьмые техи у нас шестые нам еще и на пушечки деньги надо накопить это так новгороду на унижение объявлять эти тут стоят слоу почат хотя нет стой чё ты куда бегать будешь вау мы еще и на гарнизоне могли бы сэкономить невероятную денежку но не сэкономили 13 из 17 можно еще один отряд пехотки взять пора галеры строить там не хватит того воинства теперь англия призывает нас заключить союз видимо решила повоевать шотландии англия я соглашусь с тобой заключить союз единственное что пожалуйста не зови меня в наступательные войны а то я знаю ты заключаешь союз чтобы я помог тебе повоевать шотландии будешь меня втянуть в эту войну сама воюй так февраль 83 март ух такс 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 какие сегодня еще будут стримы будут друзья разберемся может быть побегаем в диком мире фаркрай праймала может быть пока что не знаю три благоскор московия мы с тобой просто идем на рекорд 7 7 10 и национальный фокус когда мы сможем сменить в восемьдесят четвертом отлично сменим его на административные очки нам то нашу экономическую линию нужно поднимать это англия думала что супер пупер сейчас все будет чики брики тупую норвегию поведет в войду а норвегия такая а нафиг мне нужно с тобой блин вот это вот заниматься таким шаманством колдунством так да давайте фабриковать создать создать шпионскую сеть пока что все хватит насиловать мюнстер никакого толку от этого явно не будет меркантилизм увеличится на 1 горожане получат 15 лояльности горожане получат 10 влияния текущая 64 но казна уменьшится аж на 79 ну ради меркантилизма опять в еще один займ идти вот эти денег 89 можем потребовать если бы кто-то в рассрочку дал без вот этих процентов меркантилизм увеличится на 1 горожане получат 15 лояльности ну ладно так и быть хорошо опять займ понимаю что поделать но зато меркантилизм генерал которого мы нанимали покинул нас но разве это страшно мы же можем нанять топового генерала оу да неплохой по меркам норвегии топовый генерал насколько у нас традиции военные идут немножко в минус а морские традиции никуда не идут держава ахин получила подношение от швеции швеция ты чё там придумываешь какие подношения каким ахином с этими нужна та же чертова благосклонность ну вот что вы все такие помешанные на этой благосклонности как мне ее формить с вами если у нас союзы туда-сюда скачут потери от истощения мощь артиллерии и и нет надо брать орудийный передок июнь 84 все мы топ к топ месяцу подошли в этом месяце в ноябре мы будем решать все вопросы ну сюда же подошла московия ясно она собирается воевать с новгородом берем дипломатические очки и тоже ноябрь на шотландцев пойдут бриты воевать не пойдут без нас они на шотландцев воевать они те еще хитрецы а нам сейчас бери и выплачивай займ московия начала против казани войну казань крым тимуриды и мултан в общем московия предательница поперлась в это если ее сейчас конечно отобьют ей все бока то мы включим план б а у нас есть кстати план б по-моему нету у нас нету плана б но зато московия не пойдет на новгород войной то есть там можно еще чуть-чуть посидеть вот что нам даст то что мы посидим правильно нифига благосклонность с бранденбургом увеличивается может придут войну против Дании а нет они же союзники с Дани конечно же мы же можем союзничать с соперниками это я фиг заключу с каким соперником чьей-то страны союз если она у меня в соперниках или у него а искусственный интеллект может ему на это все плевать так давайте еще у Дани что-то по шпионской сети возьмем Гольштейн нет туда близко идти не будем иди сюда ну как бы один на один можем прийти но только что если московия воюет мы можем сделать Новгород нашим вассалом московия тогда с нами союз разорвет то что мы будем с этим Новгородом делать тут ну никто ничего не хочет Польша вон деньги отдаст и то не придет тут Англия за что-то пойдет но тоже как-то не сюда тоже не пойдешь потому что блин какая-то ситуация стремная получается есть только война с Новгородом один на один типа за унижение но если мы повоюем Московия потом после этой войны пойдет сама что-то Новгород убить если мы у Новгорода заберем территории а слушайте а Московия не претендует на вот эту вот территорию правильно уже не претендует то есть мы таки можем повоевать с Новгородом один на один давайте за унижение за за все сейчас Новгород нам отплатит может Московия а что это Московия не сфабриковала у нее часть претензий есть а вот сюда претензий нету зато у нас их дофигища сейчас две претензии возьмем и реально хорошо повоюем единственное что нам наверное надо крупнокалиберные понанимать мортиерки мощь пехоты так это мы все взяли доход от налогов плюс 10 процентов берем да теперь колониальную дистанцию увеличили только теперь Швеция заключила военный союз с Новгородом аааа но это повоевать с Новгородом и с Швецией одновременно это если бы Московия захотела прийти в эту войну ну 6к допустим у Новгорода сколько к 7к так это разве что мы со старта разбиваем чью-то армию и то я уверен что у этих будут топчики Новгород там может в 10к и Швеция может будет в 13к то есть Швеция сделает 13к как пить дать нам без союзников тут никак 23к против наших 17 это мы на одних займах разве что что-то там можем вынести но потом нас будут выносить после такой войны как ну в общем как трупы ходячих от нас никакого толку не будет так потребовать соточку административных очков 10 влияния да пусть будет и придется сделать щедрое пожертвование чуть позже за 20 лояльности да мы можем за 5 престижа 10 влияния это 74 будет не нам одного влияния не хватит а 15 влияния как бы и да за 150 очков но вопрос зачем чтобы потом больше проблем было созвать совет 74 вот тут вот можно до 93 плюс 20 получено воеводство беда поэтому пока тоже только так созывать совет не будем и наверное тоже откажемся от каких-либо только пожертвования сделаем чтобы доход от налогов не уменьшать все казуса были ли лишились 38 на 34 надо подождать когда у нас будет дукатов хватать значит погодь на 180 градусов разворачиваемся я просто просто рад что блин такие вещи тут творятся швеция красава союзы налево направо правильное причем причем клепает либо мне таких раздуплительных союзников так 34 нам надо подождать еще 38 и еще подождать и даже тимуриды сюда пришли Какая боль Австрия, Фрисландия Ну а толку нам воевать с Австрией, Фрисландией Толку нам воевать за помирание На Саупфальс Ооо А вот это уже событие Слушайте, а что если мы опять Повоюем с Данией К черту все Мы сами можем одолеть Данию легко Потом Швеция Швеция пока ждет Шотландия, Новгород Пусть раздупляются Новгород нам не нужен Слушайте, это событие Подкинутое самими богами То, что Данию втянули в войну Только надо, чтобы Дания пробыла Два года в этой войне На Саупфальс Пока Подождите, а Бранденбург По каким причинам Дипломатическая репутация Да, неплохая Усталость от войны Блин, ну Бранденбург Скоро расферепеет, конечно И не даст нам Воспользоваться ситуацией Московия, я так понимаю Войну выигрывает Против всех и вся Но будет ослаблена Настолько, что с Новгородом Особо не повоюет Новгород, как ты успел Засоюзиться с Швецией Швеция, давай войну Этой Ливонскому ордену Че я первый должен Объявлять всем войнам Посмотри, сколько флота У Шотландии Потопишь корабли Не, уже ничего Валить не буду Так, здание срочно Собирает войска А мы можем Крупнокалиберные Мортирки нанимать Но пойдем вот сюда Восстание подавлять Против Сербии войну Вроде же уже воевали Так, ноль благосклонности Но доверие растет Отзываем Отношение уже наулучшали Сверх лимита Три благосклонности Там надо Аккуратно играть На благосклонности Московии Но надо, чтобы Московия не разжиралась Чтобы в Москве Были проблемы Так, на Алланд Не претендуем Плохо Шпионскую сеть Быстро Организуй Декабрь В 87-й Скоро Династический брак Недействительно Обновить Молодец Сам Раздуплился Что нам надо Стабильность Плюс 1 Или влияние на папу Плюс 20 Конечно же Стабильность Блин Это поможет нам Все проблемы решить Единственное Что Я бы повысил Сейчас стабильность Ну ладно Мне надо Вкидывать очки Еще В кое-какие Правильные вещи Так что Наверное Повышать стабильность Не буду Пусть так будет Еще одна стабильность Ой, правильно сделал Что? Неправильно сделал Вот повысил бы Сейчас бы у меня Была бы плюс 3 стабильность Ну ладно Может еще нам Докинуть стабильность И будем мы Вообще в шоколаде Давай сюда У нас топ Армия Кто-то пришел Данию бить И нам надо Дипломаты Ой Июнь 1486 Прирост денег У нас хороший Перемирие Заканчивается В феврале 87 То есть Самое время Сниматься С якоря Самое время Идти сюда Денег у нас Конечно Накоплено Немного Если врубим Содержание Все еще Будем получать Профиты Пофиг нам На ту Шотландию С ней Мы потом Разберемся Июль Кажется Рано Врубил Актив Мод Можно Чуть-чуть Подэкономить Вот так Бранденбург Не приди Данию Мы сами Разобьем Я буду Просто удивлен Если успеет Вот это дело Подняться До Позязя Нет соседней провинции На которой Можем сфабриковать Ну ладно Пусть шпионская сеть Еще сидит С Бранденбургом Вообще Неохота Воевать 34 Ну пока Причины Есть Даня Уже Перемирие Заключила Ну Даня Тут Хорошенько Приущербнули Ноябрь А у нас Февраль Да У нас Остается Там Каких-то Два Месяца Давай Давай Содержание Сразу Вверх Ух ты Жнух Ты ж Я переживаю Просто нереально Мы должны Успеть Завалить Даню Завалим Даню Потом Из Швеции Разберемся Почти Сделали Взять Взять Готланд Взять Что-то Там Давайте 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 Вот это Вот На столицу Полетели Хух Ну пусть 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 Мы попробуем Наверное Их догнать Крепости Я надеюсь У них тут Нету Пошли Все Разбили Молодцы Хух Вот это Событионка Подвернулась Если бы не она Мы бы конечно Тут Упорно Делали Чмоки Чмоки Так Давай Улучшать Отношения Кажется Что-то Появляется Главное Чтобы Никто Нам В спину Не ударил Вроде Вроде Такими Прям Наглыми Быть Не должны Мы Успеем Сейчас Закрыть Эту Веточку Это Будет Быстрая Война С Даней Видимо Или Легитимность У них Низкая Из-за Чего Дипломатическая Репутация Такая Плохая Но Чисто Дипломатической Репутации Мы обязаны Что за Них Никто Не Вступает И Вот Теперь Хорошо Что Воюют Московиты Там То есть Они Не У нас Благосклонность Растет С ними Всякое Такое Правда Не очень То и Растет Конечно Транспортники Зачем Даня Тебе Транспортники Скажем Скажем Готланд Тоже Надо Взять Это После Захвата Этой Крепости Готланд Нам Поможет Приблизиться К Ливонскому Ордену И вот Это Берем По Войне Так Как На Нас Реагируют Ну Так Себе Очень Так Себе Ничего Не бойтесь Плавайте Никто Вас Не Тронет Давайте Сделаем Так Чтобы Удали Не Стало Флотили Три Транспортника У них Еще И Два Торговых Корабля Моим Четырем Торговым Кораблям Они Ничь Да Плавайте Плавайте Скатертью Дорога Ну Это Уже Успели И При При Избыток Дипломатических Очков Будем Тратить Его На Меркантилизм Давайте Напополам И Сюда Пойдем Добить Датские Корабли Так Если Я Решил Что Московия Уже Все Мир Дружба Жвачка Казань Уступит Провинцию Пенза Пермь Сим Рис Расширяется Московия В ту сторону Ну и мы За счет Дании Расширимся Немножко А Что я Хотел Я хотел Меркантилизма Прикупить Две Штучки Наверное Чтобы У нас Было Больше Денег Не Иди Сюда Иди В Гольштейн Не можешь Идти В Гольштейн Ну ладно Туда Тоже Не можешь Идти Тоже Хорошо Точнее Плохо Иди Иди Тогда Сюда Может Выманим Датскую Армию А У Дани Еще Здесь Силы То есть Московия Сейчас Может В принципе Даню Ударить Вот сюда И We have A problem A big problem Надо Московию Куда-то Втаскивать В какую-то Войну В Москве Пока Так С Это Гонка Престиж На 10 Или Знание Сила Национальной Беспорядки До 93 На 5 лет Волна Мракобесия Ладно Потратим Престижу О 20 Престижа Нам Дадут Отлично И мы Еще Выполняем Задание На Надеюсь Плюс 1 Этого Дела Готланд Хотелось Бы Взять Неву Надо Взять Так Вопрос К Экспертам Москва Пойдешь В войну С Новгородом Что тебе Это не нравится Будет Призвана В разные Войны Даже Не за Какие Коврижки Не хочет Пойти Гандюка А просто Потому что Есть возможность Круто Повоевать Ладно Ты иди Захватывай Гольштейн Ты оставайся Здесь Мы все Плывем Сейчас Готланд Завоевывать А может Даже Неву Давайте Сделаем Высадку Вдруг Московия Объявит Войну А мы Такие Раз 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 И захватим Эти Провинции Дания Мира Хочет Не дадим Ей Мира Так Этот Не считает На своем Сапир Давай Сюда Я так понимаю Датский Флот Разбит И смят И остался У него Только Транспортные Корабли У него Остались А это Означает Что мы Можем Сейчас Выкинуть Вот эти 6000 Которые У нас Тут Стоят Грабьте Ограбили Не ограбили Идите Грабьте Потеряли Все претензии На Шотландию Надо бы Их Возобновить Да Скоро Заканчиваю Мне просто Понять Стоит ли Мне потом Переигрывать Это дело Будет Отделяем Вот это Отделяем Вот это И посылаем Это вот сюда А этих Посылаем Вот сюда И забираем Отсюда еще Прелести Чтобы крепости Захватить Датские Восстановление Боевого духа Плюс 10 Я просто рад Просто невероятно рад Так Гражданская война Там Пора в Готланд Как вы любите Умирать В самый подходящий момент Смотрите У Москвы Кстати на Неву Нет претензий Это означает Что захватив Неву Забрав ее Себе Мы можем Очень даже Прекрасненько Себя чувствовать Поэтому давайте Пошлем туда Еще войск Блин Ну не знаю Давай вот так Скинем вас в Готланде 42 И тут Сюда нужно Подогнать Эти самые Кораблики Есть тут У нас Пушечки Че ты хочешь Стоимость Дании Минус 10 Это все Дорогу К колонисту Блин Ну мы сейчас Будем перемирие Заключать Так что нет Погодь И плыви сюда Не вам Не полезнее И важнее Не забудь Готланд Забрать у дачан Это мы посмотрим Ребят В зависимости От того Польша Готова Прийти к нам На помощь Польша Ты нам Не нужна В этой войне Ты понимаешь Померание Заключило Военный союз Со Швецией О Напав на Померание Мы можем Блин Австрия Фрисландия Швец Понятно Не нападем Мы на Померание Швеция Обзаводится Военными союзиками Что бы это Значило Как думаете Давай Нева 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 нам Очень нужна Нева Это торговая Точка Пока Московия Не хочет Для нас Это просто Просто Лютый шанс Ладно Я понял Мне тут сидеть Без дела Смысла нету Надо быстрее Захватить Эти две крепости И все И забить Московию Мы к сожалению О Мы можем Призвать Московию К оружию Серьезно А давайте Призовем К оружию Пообещать земли Десяти Благосклонностей У нас нету Но тогда Мы сами Ничего не сможем Это Испортит С ними Отношения Ну ладно Карелию Я еще готов Им отдать А вот Неву Нет Московию Блин Если бы Вести Сразу В войну Против Новгорода Она же Не захочет Ааааа Знаете Как этот Кукловод Управляет Всем этим Делом И видит Что все У него Разваливается Так и У меня Изменение Престижа Миссионеры Не Друзья Мы тут Поступим По другому Теолога Бы нам Сюда Нанять Теолог 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 Священники Получат 15 влияния Их влияние Будет Восьмидесятка 504 503 Мы сможем Это контролировать Давайте Посчитаем 20 25 45 55 55 То есть Не 65 У них Влияние 45 55 55 Нет Таки Таки Где-то Что-то Ну ладно Теолог Нам Нужен Переключаемся Вот сюда Эффективность Миссионеров Национальной Беспорядки Нет Подождите 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 Сейчас мы Придумаем Как с этим Быть Ой Любик Не смотри В сторону Дании Дания Только моя Моя Прелесть Моя Датская Прелесть Так Сфабриковать Претензию На Амант Хорошо Все Удерживать Московию В сфере Своего Влияния Так Отлично Захватили Идем Перехватим И Готланд Да Еще ждем Готланд И потом Перемирие С Англией Ну правда У нас Претензии На английские Территории Вот это Берем А На Готланд Есть претензии Круто А мы можем С Англией Заключить Перемирие И сказать Дай нам Готланд Не Не можем Хорошо Ждем Тогда Идем Сюда Хух Ты ж Нух Ты ж Паразитарская Ты ситуация Выход Из коалиции Военную Коалицию Против Франция Насобирала Против себя Коалицию Так Сфабриковать Претензию Что нам надо Нам надо Вот на это Прежде всего Претензия Чтобы британцы Если соберутся С ними воевать Чтобы они Нам что-то Отдали Отлично Молодцы Смотри Даня Что мы хотим Мы хотим Вот это Вот это Никто там В коалиции Против нас Швеция И Дания Но ведь И на это И на это У нас есть Претензии Мы хотим Неву Это Блин Лютая Дичь Конечно То что мы Требуем Еще Помирание Готово Вступить В коалицию Против нас Если попробуем Взять Неву Мы же хотим Неву Правильно И в итоге В итоге Вот это И вот это Мы уже Не берем Потому что Там полмира В коалицию Против нас Вступают То есть Мы берем Унижение Швецию Данию Помиранию Мы еще Стерпим В коалиции Это Такое Дело Плевое Мы берем Выплату Репараций И так как Мы ее Только мы Мы берем Все их Деньги Какие Только можем Отправить Требования Взяли Так взяли Друзья Желают Следующий Блин Да у вас Претензий На нее Нет Как вы Ее Желаете Вы Вы Поставили Ее В качестве Хочу Эту Провинцию Все Нифига Себе Бессмысленно Желающие Так Это Называется Так Ладно Национализируем Это все Дело Смотрите Нам и так Это все Очень дорого Обойдется Где надо Разрушаем Крепости Крепости Нам нафиг Не нужны В этих Всех делах И давайте Думать Кто теперь Придет И в какую Войну Бранденбург И Польша Будут воевать Против Новгорода Померания И Шотландии Бранденбург И Польша Как Польша Пройдет сюда Через Московию Типа Да Но это Если Польша Не протупит И не скажет А знаете Я тут Это Того Не хочу Воевать Понимаете Я не могу Двигаться У меня Там Проблемы С вестибулярным Аппаратом И всякое Такое Как это С Московией Случилось И блин Ну Как Как бы И можно Как бы Мы и готовы К этой Войне Военная Усталость Всякое Такое Померанию Схарчают Бранденбург Литва Вот Литва Проблема Пропустит ли Литва Нас Через Свою Территорию Бранденбург Надо было у Дании Право прохода Брать Ну куда Куда Там Она Просто Не Влезала Норвегия Браво Они Не В Союзе С Литвой То есть Если Польша И будет То Будет Таким Мирным Наблюдателем А Мне Придется Так Это Швеция Да Непосредственно Швеция Если На Новгород Посмотреть Московия Готова Прийти На помощь Если Мы Что Пообещаем Типа Может Пообещать Не Выполнить Но Если Будем Брать Чего То У Швеции Это Будет Стоить Нам Дороговастенько Блин Больше Не Хочет Быть Нашим Соперником Новгород Ну Ты Даешь Швецию Назначим Нашим Соперником Литва Богемия И Эмбарго Сейчас Кинем Иди Сюда А Потом Объявим Войну Павел Привет Будет Фар Край Захвати Готланд Туда Так Это Все Было Это Я Захватил Мне Бы Главное Не Набраться Агрессивки То есть Я Тоже Много Не Смогу Захватить Московия Которая От Новгорода Что То Хочет Так Можно Призвать Швеции Дать Швеции Право Призвать Померанию И Шотландию Войну Померанию И Шотландия Ну Померания Допустим Не дойдет А если И дойдет То мы И дадим Шотландия Не доплывет Что Наш флот Сильнее Но Это Шотландия 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 Может Заняться Окупацией Здесь А что У Шотландии Кстати С флотами Вот я Говорю Что Шотландии Не Дойдет У нее 16 Тысяч А вдруг Она Блин Возьмет И Дойдет Это Все Таки Объединенный Флот Их Всех Будет Так Флоты Я Нажимал Тут Весь Вопрос Заключается В том Насколько Сильно Мне Дадут По мордам За то Что Я У Швеции Буду Ага Две Пять Шесть Транспортников Нет Швецию Мы не можем Выставлять В качестве Своющей стороны Это будет Вот так Вот Мы просто Призываем Московию Обещаем Да Московия Мы тебе Что-то Дадим Может Даже Что-то Действительно Дадим А брать Будем Территорию Швеции Сепаратный Мир Будем Заключать Со Швеции То есть Новгород Это Приманка Либо Даже Просто С Новгородом Заключим Перемирие В стиле Аля Ты Понимаешь Не получилось Так Ладно Все Вот так Вот делаем Да Полетели И сразу Умирает Советник Стоящий На службе Что Топчик Топово Ты решил Умирать Эффективность Торговли Дипломатичную Репутацию Конечно Берем Так С Московия Молодец Нам как бы Военные очки Нужны Но вообще Без Главнокомандующего Не очень Пойдем Наверное Вот сюда Куда-то Легитимность Или Престиж Да Легитимность У нас Нормальная Она будет Расти Скоро Умрет Жеш Наш Парень Давайте Стабильность Получим Отлично Супер Враг Нашей Угрозы Кто Ливонский Орден Мнение 100 А вы В курсе Что я Ливонов Жрать Хотел Ладно Берем Все равно Надо Что-то Делать Давай Московия Пока Бей Пока Бей Сколько У Швеции Кораблей 14 Галер Посмотрите Надо Сделать Так Чтобы Они Свои Галерки Выпустили Поплавать Так Московия Смотри Вот Это Твоя Цель Мне Захвати А я Сейчас Пока Перехвачу Провинцию Новгорода Чтобы Московия Московия Ничего Не досталось Кстати Куда ты Идешь Давай Сюда У нас же Цель Швеция А ну Ка Сейчас Все Будут Спасаться Что В порт Убегаете Что Мне Сделать Уйду Допустим Я Сюда А Тут Нет Ни Одного Порта Где Я Мог Сидеть Спокойно Ладно Постоим Тут Хорошо Что Со Швецией Можно Заключать Сепарат Вот тут Мы Стали Московию Просто Поперек Горла Давайте Улучшать Отношения Московия У нас С тобой Между нами Вообще Должны Птички Летать Добренькие Такие Я Понял Тут Нас Ждет Беда Поэтому Мы Не Пойдем Туда Пойдем Вот Туда Московия Же Не Может Захватить Себя Она Не Может Национализировать Эту Провинцию Никак У меня Никаких Выходов На Это Дело Нет Побежали Шведы Шведы Идут В колу Пусть Идут Московиты За всеми Ими Бегать Идут Тоже Пусть Идут Сейчас Нам надо Шведскую Столицу Захватить Быстро Перемирие С ними Заключить И с Новгородом Торговца В Новгород Так Новгородское Добро Мы должны Еще Национализировать Ну Кстати Можно Получать Прибыль Из Северного Моря Давай Там Пока Будем Немного Брать Прибыль Нам Не Помешает Идем Сюда Требуют Земель Священники Дворяне Надо Отдать Священники Дворяне Требуют Земель Готланд Кому Мы Кому Мы Готовы Священникам Не Готовы Дворянам Можем Отдать Тут Была Крепость Дворяне Пусть Получают А Священникам Наверное Что-то Простенькое Отдадим Есть Тут Такое Да Вот Это Подойдет Очень Священникам Но Священники Оборзеют Так До Какого Момента Мы Будем Священников Тянуть До 503 Что ли 10 лет Вряд ли У нас Получится Кстати Мы Можем Построить За 15 Лояльности Давайте Построим Суда Продадим Их Потребовать Денег За 10 Лояльности И Создать Торговое Монополие Вот так Вот Как-то Сделаем И Купим Еще Меркантилизма Вот Тут Осторожнее Они Сейчас Будут Отступать Все Интересно У шведов Осталась Армия Да Небольшая И Где Она Дам Карелию И Смотрим Что Во Всем Мир Творится Польша Выжидает Спину Нам Никто Не Нападает Блин Новгород Куда Ты Идешь Вы Что Разбили Мою Армию Здесь Нифига Себе Они Крутые И Шведы Сюда Отступили А Вот Моя Армия Ну Сейчас Высадку На Столицу Сделаем Так Забираем Сейчас Московия Разобьет Наверное Армию Шведов Никуда Не денутся Шведы Смотрите Удалось Почти Все Провинции Перехватить В свое Влияние То есть Мы Будем Решать Кому Их Давать А Кому Не Давать Еще Бы Агрессивка Спадала Мы Там Много Шведов Не Заберем То есть Вот Все Что Мы Сейчас Захватываем Это В Принципе Такая Минимальная У нас Цель Будет Базовый Налог Число Административных Очков Это В Готланде Военных Очков Или Дипломатических Да Конечно Административных Национализировать же надо Будет Но Не Можем Не Можем Взять Так Ливонский Орден С ним Типа Отношения Поднять Давайте Типа Поднимем Так Сдайте Нам Претензии Какие Нибудь Московия Давай С тобой Отношения Улучшим Нас Захватили Молодцы Столицу Высадка И Шведский Флот Стоит Подразбить Но Сейчас Они Выборг Тоже Захватят Как Крепость У нас Соточка Отношений Все равно Паутина Зла И У Московии Будет Перемирие Длительное Такое Крутое 28 У нас Счета Много Мы Не Сможем Требовать Это Будет Злить Алланд Мы Можем Взять Вот Это Уже Не Можем Взять И Вот Это Уже Не Можем Взять И Ни О Они Сейчас Начнут Отвоевывать Провинции Нигде Их Не Отвоевали Ранняя Карака Пока Давай На Заморозку Потом Будем Продавать 400 Дукат У нас Вау Такой Богатой Норвегии Я еще Не Встречал Так Хорошо Алланд Берем Теперь Пошли За Этими Ребятами Где-то Будем Перехватывать Хотя Я думаю Московия Там Разберется 14 Надо Шведов Очень Очень Серьезно Раздавить Чтобы Шведы Нам Вообще Не Тявкали И Никак Не Мешали Заодно Отомщу Разработчикам Немножко Давай Бери 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 Крепости Шведские Все Бери Военная Усталость У Швеции Должна Расти Швеция Военная Усталость 7 А перемирие Зданий Кстати Когда Заканчивается Перемирие С Норвегией В 505 То есть Никак Это нам Не поможет До 505 Мы точно Эту войну Не протянем Есть Столицу Взяли Сейчас Флот Попробуем Уничтожить Пусть Швеция Еще и Флот Отстраивает Свой Думай Думай Что ты можешь Сделать Скидку Попробуем Получить Давайте Еще Поднимем Меркантилизм Парочку Соток От Очков Получим Число Дипломатических Очков Или Держава Норвегия Получит Модификатор Отсутствует Купец Нет Так И куда же Вы шведы Поплыли Каким-то Союзником Что ли В Шотландию Ладно Ладно Типа Перемирия Сейчас Шведы На все Готовы Померание Любек Богемия Гамбург Да Не можем Мы так Брать Как бы Нам не Хотелось Но Брать Мы так Не можем И нужно Исходить Еще Из Аппетитов Московии То есть Какими-то Провинциями Нам придется Например Вот так Вот Жертвовать Не все Тоже Унижение Берем Хотя Оно Нам Как бы Ни к чему Лучше Взять Воплоту Репараций Все Дукаты Шотландия Померание Новгород Нет Меня устраивают Такие Союзы Выделить Финов Не надо Швеция Станет Немножко Слабее Так Ух ты Если берем Эту Провинцию Подождите А может Мы можем Перекрутить Так Чтобы Раз Два Три Четыре Требовать Более Ста Счета Блин Слишком Она По сути Сюда Близко Из-за Этого За этот Вармланд Борются Как за Я не знаю Что Хотят Они Его Что У Швеции Есть Ценного Провинция Со снастью Мы Все Равно Захватим Че Блин Спешить То есть Мы По сути Вот тут Ничего Не можем Брать А тут Можем Брать Спокойненько Оно Туда Не идет Две Провинции Да Ну Че Супер Две Лишних Провинции Проглотить Дания Швеция Померания Никаких Коалиций Со стороны Раз Два Три Четыре Беднейших Пять Беднейших Провинций Нам Хватит Унационализироваться По Полной У Швеции Останется Еще На Одну Войну Здесь Так Подождите А никак Мы пробраться К вам Не можем Вот сюда Мы никак Не проберемся Но если Возьмем Вот эту Провинцию Будет Даже Лучше Чем Остар Боттен Выплату Репарации Вы мне Будете Платить Хорошо Точно Все Мне Да Тут Нет Ни одной Провинции Которую Хотели Передать Кому Другому Все Оставили От Швеции Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Провинций Но Швеция Еще Дареко Не слаба Она По своим Союзам По всему Остальному Может Еще Давать Жару Вот Насчет Новгорода Это Вопрос Мы Можем Еще Его Подержать Войне Чтобы Московию Подержать Войне Правда Нам Придется Десять Лет Его Войне Держать Если Мы Хотим Чтобы Московия Не Объявляла Войну Дания Пошла Войну С нами Благосклонности В Московии Есть Перебирие С Данией С Швеции Есть С Данией Нет Дания У тебя Есть Какие-то Союзники Или Ты Слабая Хилая И Немощная Внутренние Эти провинции Будет Легче Защищать Роулан Эти Провинции К сожалению Не Ну Вызывает Коалицию Коалиционное Настроение То есть В этой Территории Я буду Пока Датские Провинции Брать А шведские Подождем Но мы И так Проделали Смотрите Какой Путь Сейчас Новгорода Взять Провинции На Соединение С Московией И Московия Придет Нам Помогать Интересно Новгород Это чисто Гипотетически Если я Захочу Сделать Тебя Своим Вассалом Династический Брак Недействителен С Бранденбургом Надо Его Сделать Действительным Так Престижа Давайте Вот тут Вопрос Уже Благосклонности Идет И доверия С этим Я уже Сталкивался Никаких Репараций Никакого Смену Религии Они даже Смену Религии Не потерпят А нет Это торговая А смену Религии Не потерпят Благосклонность Плюс 1 Можем Новгороду Сменить Религию Потом Назначить Выплату Репараций И все А сколько Ты будешь Стоить Как Вассал Понял Ладно Друзья Буду Заканчивать В принципе Очень Хороший Смир Мы Как бы Стали Немножко Сильнее Развитие 218 Доходы Уже 17 Дукат Лимит Армии Уже Под 20 Дания Не успела Ни с кем Укрепиться Скоро У нас Будет Перемирие Закончится Силанд Мы взяли Налюбек Можем Фабриковать Я думаю Бранденбург Нам поможет Московия Все еще Наш союзник И действует По нашей указке Пока что Пока что Так будет Наверное Недолго Так Мы можем Благодаря Готланду На Ливонский Орден Фабриковать Тут Литва И Рига В союзниках И надо Было Кстати Фабриковать Может быть Московия Как-то И захотела Бы прийти В эту Войну Польша Захотела Бы прийти В эту Войну Литву Настукать Как бы Это Удивительность О Волынь Таки Выделилась Османская Я пропустил Такие войны Разделили Между Османской Империей Османская Сюда Чуть-чуть Счастья Своего Принесла Нормально Вот это Уже Больше Похоже На то Чего Я хотел Во всяком Случай Теперь Норвегия Сильная И мы Можем Спонсировать Свою Колонизацию Правда До колонизации Нам еще Нужно Накидать Очков 12 8 8 Неплохо И у нас Один король Который Никак Ладно Медленно Расширяешься Но я тебя понимаю Ну Норвегия Что хочешь Медленно Но уверенно Тут так надо Все Всем хорошего настроения Друзья Встретимся На следующих Стримах С вами Ничего Интернатор Ставил Корпус Сейчас Купил На выдув На заднюю Стенку Корпуса Он слишком Большой Оказался Как думаешь Что делать Придумывать Как его туда Припаять Что-то такое Что еще Делать Все Всем пока Друзья Следующие стримы Тоже ждите У меня на канале Объява Продолжение следует